всем доброго времени здравствуйте друзья рады вас приветствовать и у нас времени суток всем да у нас сегодня вебинар как раскрыть свои таланты и увеличивать финансовый доход в том числе при помощи потенциалом метафорических карт и даже астрологии ну что как нас видно как нас слышно пожалуйста поставьте десяточки в чат если видно и слышно нас хорошо ждем да все десяточки в чат великолепно связь прекрасная судя по всему а значит если у кого-то не видно и не слышно нужно обновить страничку да но поскольку все десятки значит а это у кого чат не будет случае чего если вдруг не сможете писать то обновите а для этого нужно знать нажать f5 вы уже наверное это все знаете ну что давайте наверно сразу познакомимся меня зовут эльмира довлатова я кандидат на у клинический психолог тренер духовной интеграционики тренер по метафорическим картам я честно скажу что первая технология первые такие реальные результаты которые я увидела своими глазами были сделаны именно на метафорических картах поэтому я очень нежно и трепетно отношусь к этому инструменту и сегодня мы с вами наверное ну действительно тоже некоторые из вас откроют для себя эту возможность и поэтому я бы хотела если здесь есть новички которые не знакомы с метафорическими картами картами напишите пожалуйста я новичок в чат чтобы понимать сколько у нас здесь людей которые но наверное сейчас погрузятся в какое-то чудо в какой-то маги в какое-то волшебство как говорят люди но на самом деле там никакой магии нет я как клинический психолог вам могу сказать что там абсолютно как бы наука все основано на проявлениях нашего мозга на специфики на специфики восприятия нашего мозга и в этом вы убедитесь меня зовут лисан софиулина и а моя тоже знамое знакомство с психологии началось именно с метафорических карт и свое время когда я с ней познакомилась для меня это было таким неким чудом и я действительно думала как такое возможно что эти карточки могут считывать такие глубинные личные вещи о которых я могу никому не говорить но они берут просто вытаскивают наружу позже естественно я ознакомилась принципом работы метафорических карт карт поняла насколько это легко это доступно и это просто и с тех пор это один из самых любимых инструментов для работы как с собой так с моими клиентами ну и соответственно переходим мы дальше к правилам нашим которые всегда обязательно важны на наших вебинарах обязательно быть просим вас внимательными моменте здесь сейчас потому что информация будет много очень важный и желательно иметь ручку тетрадь куда это можно записывать и конечно чтобы вас ничто не отвлекало попросить попросим вас выключить телефон уведомление на некоторое время на время этого вебинара и попросите ваших родственников чтобы не мешали или наоборот позовите присоединиться к прослушиванию данного вебинара ну и конечно же в конце вебинара мы будем отвечать на все ваши вопросы поэтому ручки и тетради вам обязательно пригодятся будете записывать какие-то инсайты во время веба и наверное пожалуй это самое главное что вы можете сделать вот какие-то идеи какие-то мысли которые придут обязательно записать потому что потом вы их не сможете вспомнить итак что же у нас сегодня будет происходить сегодня будет как я говорил много интересной и важной информации и кто готов он возьмет эту кто готов будет слушать будет брать эту информацию и начнет преобразовывать свою жизнь прямо здесь и сейчас ну если нет то возможно вам эта информация пригодится позже когда вы будете к ней готова однако все здесь будет звучать такая такие вещи о которых вы могли раньше не слышать и которые весьма важны в нашей жизни которые мы все на самом деле на которые ответы ищем сегодня мы услышим ответы на них а что у нас будет на вебинаре мы с вами как раз посмотрим в тему сильных сторон слабых сторон и что вообще мы подразумеваем под этими сторонами странами а мы посмотрим на вопрос а можно ли реализоваться в любом возрасте если вам 14 лет если вам не знаю там 80 90 лет ну и посередине целый как говорится вариант взрослых мы также поговорим на тему того а можно ли обрести при помощи метафорических карт вот финансовую свободу это вот наверное пожалуй один из самых распространенных запросов клиентов которые приходят на коуч сессии психологом ну и соответственно можно ли зарабатывать деньги легко и с удовольствием тоже общего-то поговорим на эту тему и мы хотели бы у вас узнать если у вас в жизни такие ситуации которые вы бы хотели изменить в любой сфере неважно в личной финансовое здоровье я думаю наверное есть напишите пожалуйста какой сфере вы хотели бы что-то изменить мы ждем у нас есть достаточно большой разрыв там кто-то писал о том что прошел уже обучение на метафорических картах сокращенно это получается маг а вот и мы ждем 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 во всех во всех в каких во всех отношения финансы финансовая независимость еще какие отрасли личная жизнь личная жизнь а еще на самом деле раскроет такую одну важную фишечку которая о которой не все задумываются мы когда с вами начинаем прокачивать какую-то определенную сферу мы не задумывались на самом деле о том что мы растем и начинаем улучшать свои отношения улучшать определенные грани в других аспектах поэтому очень важно развиваться планомерно развиваться многогранно но однако если вас интересуют какие-то несколько тем то даже начав работать в одной теме вы начнете подниматься другой поэтому чем хороши метафорические карты они как раз таки позволяют вроде бы ты приходишь с одним вопросом а решается сразу несколько и это очень здорово а кому это будет важна информация очень часто люди не знают куда идти очень часто люди говорят что жизнь стала настолько скучной настолько серой и как бы вот жажда приятных перемен она собственно говоря как-то становится настолько призрачной реальностью что человек уже даже не верит в то что у него это может возможно быть а сейчас многие люди столкнулись такой проблемой что не знают каким образом поднять свое свои доходы тем более в ограниченных условиях это становится все сложнее и придумать откуда же как создать или как открыть новый источник доход для них это проблема метафорические карты позволяют найти эти пути найти эти источники а вот и финансовая зависимость особенно актуальна для тех если вы зависимы от супруга от родных если вы еще достаточно молодой человек который ну действительно зависит это тоже вариант рассмотреть его повнимательнее но хотя опять же придется в общем то связываться с родственниками поскольку они должны будут вам помочь и вот путь изучения метафорических карт может открыть вам такой вот дополнительный источник доходов потому что ну и у нас у самих с этого все начиналось скажем с лисанда и это интересно познавать психологию вот такую практическую психологию которая фактически случается ну как ты и сам себе помогаешь и другим людям помогаешь даже даже не зная каких-то глубинных таких вещей метафорические карты позволяют опираться на какие-то такие знаете внутренние внутреннее устройство человека и позволяет решать его вопросы поэтому даже маленькие дети вот совершенно маленькие дети которые вроде бы видят картинки в этих метафорических картах они способны сами себе помочь мы в этом убеждались не раз и когда клиент приходит зачастую к нам на консультацию вот человек говорит человеку мы мне задаем вопрос вот хорошо ты хочешь вот этого там здоровья как вы говорили финансов как вы говорили писали да здесь в чате и мы начинаем расспрашивать а вот представь свою жизнь через три года мы даже не говорим десять лет через три года вот чем ты занимаешься ты хочешь счастья а вот если ты счастлив если у тебя достаточно денег если у тебя есть здоровье да как вот некоторые писали здесь ну жилье есть в конце концов или есть есть ли оно вообще да то как ты тогда чем ты занимаешься как ты живешь какое у тебя состояние вот давайте сейчас погрузимся в эту тему напишите пожалуйста закройте глазки закройте свои глаза и представьте вот через три года какой вы прямо сейчас и вот все случилось у вас есть все что вы хотели чем вы занимаетесь посмотрите на себя сколько вы зарабатываете какой ваш доход это доход совокупно семьи или лично ваш как вы живете в частном доме в квартире или комнату купили тоже для некоторых это большое счастье при этом сколько вы работаете есть ли у вас отдых напишите в чате сейчас какую картинку вы себе нарисовали и отметьте а реалистично ли она через три года для себя напишите пожалуйста как подростку найти себя ну и иные посепенко собственно говоря вот метафорические карты об этом тоже могут сказать давайте не торопиться у нас будет и практики сегодня много очень насыщенный мастер-класс нас ждет впереди фактически не просто вебинар ага так ждем понятно что во первых надо придумать а пишите кстати первое что идет но дело в чем вы пока пишите мы немножко тему дальше продолжим очень часто люди говорят а вот у меня нет денег если у меня были деньги то все бы сложилось ребята вот именно потому какой вы сейчас какие у вас внутренние препятствия есть вы поэтому имеете те ситуации которые есть у вас в вашей жизни и деньги ровным счетом ничего не изменят более того не усугубят скорее всего ту ситуацию которая у вас есть и многие избегают именно денег только по той причине что у них нет каких-то качеств ресурсов способностей чтобы с ними справляться справляться с искушениями этой энергии денег и вся причина состоит только в том что вы пока пошли не тем путем потому что если бы вы нашли действительно свои истинные желания цели нашли свои развили бы свои сильные стороны вы бы выросли и выросли автоматом ваши потребности а когда наши потребности ну скажем так адекватно растут нашему развитию то и деньги появляются вот и любовь якимченко написала живет в квартире с мужчиной доход 500-700 долларов группы по английскому не в компании набираю свою классно ага вот и напишет шикарная картинка сама себе понравилась значит да реалистично очень великолепно кто-то психолог да создал издал свою книгу проводит игры с метафорическими картами путешествует маг может ли помочь в духовном продвижении Анна вы попали прям туда куда надо потому что метафорические карты именно о духовном продвижении весь мастер-класс давайте не буду все раскрывать сразу хорошо зарабатывай достаточно чтоб путешествовать оздобрались еще хочу обучается многое интересное Елена Тихоновна а вот если вот оставить вот так понятно что это рамки мастер-класса а понятно что достаточно-то сколько достаточно вот кто-то получает 3000 рублей и выживает на эти 3000 рублей если у него будет 6 тысяч рублей воюлиз��고 лучшеся Цифра. Сколько вам будет достаточно? Путешествовать куда? Можно и пешком путешествовать в соседний вон коттеджный поселок. Это тоже путешествие. Много интересного увидеть и написать даже целую книгу. Но вы-то, возможно, путешествовать хотите куда-то другое. Евгения пишет. День сутка. Три года, как три минуты. И такое возможно. Так вот, суть в том, что вы увидели. Реалия. А есть ли база для того сейчас, чтобы действительно то, что вы написали, реализовалось? А есть ли динамика в том, что было три года назад? Или три года назад было так же? Или даже, может быть, было лучше, а сейчас даже хуже? Так откуда вообще возьмется лучшее в жизни? Откуда оно придет? На какую базу? На какую почву? Вот об этом, наверное, наш мастер-класс. И посмотрим. Более того, у человека очень много способностей и знаний, которые он не ценит и не воспринимает как ценности. Он считает, что это вот, ну, раз это есть, так это само собой разумеется, да? Причем самое интересное, что даже имея и обладая этими способностями, человек полностью не осознает то, каким он даром обладает. Воспринимает не так, как должен, считает. А, это ерунда. Хотя за счет этих способностей он мог бы подняться. Почему так же происходит? Таким образом, у нас есть три пути, три источника, откуда мы на самом деле набрали этих способностей, где мы можем, за счет чего мы можем их раскрывать. Первое – это наше прошлое воплощение, прошлая жизнь, откуда мы приносим колоссальнейший опыт, который мы можем использовать в этой жизни, если знать, каким образом раскрывать себя. То есть обрести некий ключ, чтобы открыть нужные двери для открытия своих способностей. Второе – это то, что нам подарил наш род, наша семья. Это те люди, которые нарабатывали веками колоссальный опыт, колоссальные знания, которые передались нам в любом случае с помощью генетики и с помощью наших предков, наших бабушек, дедушек, родителей. И это все сидит в нас. И то, как мы умеем этим пользоваться, грамотно вкладывая, это очень дорогого стоит. Ну и, конечно же, третье – навыки, которые мы с вами получаем в течение этой жизни. Наверное, среди вас есть такие люди, которые проходили обучение, мастер-классы и так далее, но не применяли эти навыки потом в своей жизни. Напишите, пожалуйста, «Есть, не применял». Вот у меня тоже такое было, пока я не поняла, что все эти знания, которые мы получаем, необходимо сразу начинать практиковать, необходимо внедрять в свою жизнь. Не важно, как. Главное – начать внедрять, потому что все, что мы с вами послушали и забыли, положили на дальний ящик, оно остается там в глубине нас. И мы забываем и не используем. А это, возможно, наша шикарная способность для того, чтобы начать, например, зарабатывать больше денег или наладить прекрасные отношения с тем человеком, который нам очень важен. Дело в том, что у нас есть такая особенность, скажем, нашей психики, что есть сознательная часть, которую мы осознаем, воспринимаем, которую апеллируем. Есть у нас подсознание. И вот если вы знаете, как устроен айсберг, очень рекомендую посмотреть айсберг, ну как бы в разрезе, в интернете посмотрите. Увидите, что у айсберга верхушка совсем маленькая. Она, если посмотреть, кажется огромной. Но еще более огромная часть, которая скрыта внутри. И вот наше подсознание похоже на вот эту скрытую часть айсберга, которую мы не видим. И, собственно говоря, там вот все, 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 что у нас, все наше богатство, все, чего мы очень сильно боимся, все, что нам может очень сильно помочь, все то, что мы себе запрещаем, все то, что мы себе даже позволяем, но может не в той мере, которой бы могли и позволить. И еще там очень много талантов. Очень много талантов, до которых, ну скажем, надо добираться, добираться, добираться. И оно завалено буквально буераками вот тех детских, скажем так, воспитательных аспектов, тех родовых вопросов, которые когда-то не были в свое время вами или вашими предками решены. В результате оно вроде как вот оно есть, но попробуй-ка туда достучаться. И вот тема подсознания, она будоражит как бы головы, скажем так, сознания многих психологов, многих людей. И люди, которые научились дружить своим подсознанием, научились через это подсознание подключаться к бесконечному источнику творчества, энергии, ресурсов, возможностей, то эти люди стали очень мощно развиваться. И, собственно говоря, метафорические карты именно позволяют вот этот вот доступ к этому бессознательному получить. Так почему же так происходит? У нас изначально есть у всех душа. Душа, она бессмертна. И самая главная задача у души – это развиваться, получать новые-новые грани познаний, новый опыт. И когда душа идёт воплощаться на землю, она всегда ставит намерение получить определённый опыт. То есть она выбирает, что она будет жить в такой семье, у неё будут такие отношения, будут такие друзья для того, чтобы стать успешной, для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы стать умнее, для того, чтобы стать более любящим и так далее. Но как это будет происходить, может происходить по-разному. Если вы когда-то играли в Sims, компьютерную игру, то вы знаете, что, например, когда мы хотели там кого-то обучить определённым там навыкам, то нам не важно было, хочет он в туалет, есть ли у него там семья, вот он будет сидеть и изучать, или пока не добьётся этого, не пойдёт заниматься другим. Собственно, это схоже достаточно с тем, что душа планирует, а то, как мы воплощаем это, происходит по-другому. Почему так происходит по-другому? Как я и говорила, душа приходит за опытом. Опыт – это то, это пища для нашего, пища развития для нашей души. И опыт, он не всегда лёгкий. Он зачастую бывает новым и зачастую трудным, поскольку не знает душа, каким образом здесь поступать. И для этого она и воплощается, для того, чтобы понять, как же пройти через эти тернии к звёздам. И почему происходит, я говорила, почему не всегда так, как планирует душа, происходит на Земле? Мы воплощаемся, и у нас есть Личность, у нас есть эго. И эго – очень такая интересная вещь, с которой надо на самом деле уметь общаться, уметь взаимодействовать. Однако у эго есть одна проблема, большая очень проблема. Она гипертрофирована, и она раздутая у нас. Она любит, мы больше любим жить головой, жить этим эго, чтобы все эти установки, убеждения, всё, что у нас есть, оно принимает в себя и заставляет нас жить этим. И что происходит? Когда мы воплощаемся, начинаем жить, взрослеем, наша душа входит в противоречие с эгом, потому что душа говорит, тебе надо так, 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 а говорит, зачем мне так надо? Вот мне сказали... Это так больно, да? Да, так больно. Мне вообще рассказали, там, денег зарабатывать нельзя, там, родные сказали, большие деньги – это плохо, это в Ростово, я не буду. А душа говорит, нет, ты можешь зарабатывать большие деньги, делай так, так, так. И мы не слышим голос души. Или наоборот, бывает наоборот, так, человек хочет заниматься творчеством, человек хочет проявлять свои вот эти вот струны души, да, в мир. А общество говорит, или родители в первую разе на этом заработаешь, какой там певичкой ты хочешь стать, или каким там маляром, да, художника, как Райла, ещё опускают условно поэнергетически, обзывая всячески, мазилкой какой-нибудь, или ещё что-то. Я слышала просто это реально в жизни. И в результате душа человека, она не такая сильная, она, её голос точнее, да, она начинает, ну, как говорят, заткнись. Вот она действительно затыкается, и это вот иначе не похоже, ничем, ну, как бы не объяснишь, да, душа не обижается, нет, она просто замолкает, она ждёт, она ждёт, когда всё-таки человек к ней вернётся. Если человек не возвращается к душе, то наступает кризис, кризис наступает у каждого в своё время, потому что если мы живём не в согласии своей души, всё равно мы по той дорожке реализации, ради которой, собственно говоря, мы воплотились и пришли сюда, мы не пройдём. И рано или поздно нас настигнет это разочарование, и нам всё равно придётся услышать голос души. Поэтому очень многие люди после 30, 40, 50 лет начинают интересоваться такими вопросами развития души, то есть они становятся более трепетны к самим себе, и начинают изучать эти вопросы. Хотя до этого, до 30 лет у многих стоит, что это неинтересно, зачем я пойду лучше денег заработаю, неважно каким путём, там ещё что-то, ещё что-то. А душу мало кто слышит, к сожалению. Да, и вот Анна пишет, душа хочет вернуться к Создателю, вырваться из круговорота воплощения. Анна, я вам скажу так, что большинство даже вообще не подозревает, что это возможно, и о том, чтобы вырваться, не говорит. И вот кто начинает говорить об этом, это даже бывает прописано в астрологической карте, когда астролог грамотно читает, он может это увидеть, и он видит эту реализацию, и душа действительно может выйти из круга воплощений, и это ей доступно. Но для этого она должна завершить все эти циклы, которые были не завершены, ну и, скажем так, заработать компьютерным языком, выражаясь, кучу бонусов в этой жизни. И эта жизнь должна быть чем-то таким неординарным, скажем так, для души, с точки зрения души, не надо сравнить тебя с кем-то, а вот неординарным опытом, ну условно, простить всех, да, раскрыть свои таланты, и еще что-то такое, вот в таком ключе сделать. То есть настолько услышать, настолько соединиться, настолько войти в поле любви, что, ну, условно, ты экстерном закончил и школу, и институт, и все, и тебя отпустили, да. Поэтому еще раз повторю, что не каждая душа даже вообще озабочена этими вопросами. Почему так происходит? Потому что вопросами души и предназначения начинают интересоваться более зрелые, даже, я бы сказала, более старые души, в которых вопрос смерти, ну, столько раз мы уже умирали, столько этого опыта достаточно много, что они даже на каком-то бессознательном уровне начинают понимать достаточно радо в юном возрасте, о чем это? А те молодые души, которые пришли за начальным опытом, и они только, ну, условно, им поесть, поспать, поразвлекаться, и это не осуждение, каждый просто проходит свой уровень. Мы же не смеемся над правоклашкой, что он складывает там цифры один плюс один, правильно, да? Это нормальный путь развития. Так вот, у каждого свой путь развития, но зачастую те, кто складывает один плюс один, совершенно не понимают и не слышат тех, кто уже занимается интегралами души, да, скажем так. Чаще душа не думает о деньгах, да, опыт разный бывает. Бывает, что и не думает, а бывает, что и у него задачи именно, ну, вот, как бы, наверное, ура навесить, и духовные, и материальные. А вот не зря же вы так часто говорите, а мне деньги, а мне финансовую, там, независимость или свободу, или еще, каждый называет это своим словом. И, собственно говоря, если вы в мире в ладу с душой, достичь финансового благополучия гораздо проще, это точно. Или принять то состояние дел, которое на данный момент есть, и не рваться туда, куда не надо. Тогда тебя не разрывает, и тогда у тебя все достаточно, понимаете, да? Для одного этот уровень будет, уровень, там, я не знаю, бедности, а для другого будет все нормально, счастье, я занимаюсь совершенно другими делами. Но в его жизни все есть. Вот такая вот интересная штука. И еще, значит, про художницу Ант Алексея Жданова писал, что художником зарабатывалось вот 500 тысяч рублей, вот именно. Этот человек услышал голос души, он вкладывал, как бы, как говорят, вкладывал душу, что делать категорически нельзя вот в эти произведения искусства, поэтому они ценятся, поэтому и зарабатывают, поэтому так вот, да. И сейчас удивительное время, когда мы с вами живем, потому что у нас раскрылись возможности, у нас убрались те ограничения, которые были несколько лет, да буквально лет сто назад. И мы можем стартовать, мы можем двигаться по пути своей души. И вот это большой-большой плюс нашего времени. Так как же определить? Вот чит-коды, да, подсказки или так далее. Вот смотрите, ребята, можно, конечно, в психологических практиках начать, ну, очень часто человек не понимает, о чем это. И мы предлагаем, вот зачастую людям обратиться к астрологии, причем не обязательно идти к какому-то супер-пупер продвинутому астрологу, ему же еще 1015-20 надо выложить, все то, чтобы он интерпретировал. И вот Лисан недавно тоже была у астролога, заплатили много, и я у ней так, знаете, хитро спрашиваю, я говорю, а теперь скажи мне, пожалуйста, что тебе такого сказали, чего ты не знала раньше о себе? Она вот так глазки подняла и говорит, ничего, ничего. Почему? Потому что у нее духовный путь развития начался именно с метафорических карт, школы коучинга, с практик Константина Довлатова, и фактически о себе она уже много узнала. Именно там, извини, что перебью, именно там я выстраивала и понимала так, какая действительно я на самом деле. И это большой плюс, потому что это не навязывание, это не еще что-то, а это именно чистое понимание самой себя. Но мои знания тоже базировались во времени на натальной карте, и натальную карту мы даже делали сами, и вы можете ее сделать сами, она есть в прямом доступе. В интернете набираете сотис онлайн, астросотис, ну различные астрологические, там бесплатные совершенно. сервисы, на которых можно построить свою астрологическую карту, и хотя бы базовое расположение планет почитать, направление почитать, что-то сравнить, мое, не мое, взять на вооружение. И вот этого, я вас уверяю, по первости будет вполне себе достаточно. Вот то, что вас зацепят, что называется, за живое, именно в том будет ресурс вашего дальнейшего направления развития. И это сильно поможет. Поможет расшифровать, чтобы понимать, где ваша саморализация, где ваше предназначение, натолкнет, по крайней мере. Но на самом деле этого достаточно для того, чтобы на метафорических картах сделать гораздо больше. Кстати, как я вам уже говорила, в метафорических картах можно даже и без астрологической карты, по сути, обойтись. Дело в том, что когда, как я вам говорила, душа вот настолько замолкает, что и ждет, когда человек вот уткнется, что его ничего не радует. Вроде вот в свое время у меня так было, да, к 40 годам. И квартира есть в центре, и машина есть, и офис в центре города есть, и вроде как с дочерью хорошие отношения. С мужем не очень на тот момент были, но когда я начинала задуматься, они еще были такие терпимые. Вот, вроде как, ну, если скажешь кому-то, что душа болит, ну, скажут, знаете, как, с жиру бесится, вот вам такие вещи говорят, или там у виска крутят, непонятно, что хочешь, что ищешь. Есть непонимание, семьи, допустим, среди близких, вообще много людей, напишите, есть непонимание. Вот интересно, есть ли у вас такое. Не понимают, напишите, если есть, если вам близко говорят, да, вот Ирина пишет. И мне такое говорили, я все время казалась какой-то белой вороной, при этом, знаете, говорить-то не хочется. Хочется молчать, но четко понимаешь, что как-то это не моя стая, не о том говорят, а где мои, ну, как бы задвигаешь свои интересы назад. И душа все более и более от безвыходности, от безысходности этой начинает стонать и плакать. И когда в очередной раз, я вам много раз рассказывала, уже на вебинарах, я посмотрела в зеркало, и я себя не узнала, я не узнала те глаза, которые на меня, это был совершенно чужой человек, вот чужая старая женщина. Это меня так напугало, что тогда, наверное, вот душой, за душой бросилась наверх, хотя я не скажу, что я всегда как-то отходила, отстранялась от поисков, но вот таких вот методик, как сейчас есть, у меня в арсенале не было. И когда я нашла их, ребят, те проблемы, которые были у меня, а и 11 лет не решались, я много раз рассказываю, то есть ситуация с родителями меня очень сильно беспокоила. Вот 11 лет, и за два с половиной месяца при помощи методик, метафорическими картами, я решила очень многие вопросы. Я буквально выплыла, я не знаю, из тесного какой-то заводия, да, болота условно, в море, океан, где послал, чувствовал свежий ветер, где почувствовал, что я могу раскрываться, как личность совершенно другая, то это очень дорогого стоило. Именно метафорические карты. И если человек, как правило, думает, вот я узнаю свое предназначение, тогда все сложится. Вот все сложится. На самом деле, это одно из глубоких таких заблуждений человека. Ты не можешь открыто поговорить про его предназначение. Прямо твое предназначение такое. И знаете, самое интересное, что если ты к этому, как Лисан сказала, к пониманию астрологической карты, не пришел, не созрел, ты можешь не осознать даже, что тебе сказали, и не понять, и не принять. Более того, даже иногда обидеться. Потому что у многих в голове сидит такая мысль, что предназначение это что-то высокое, это что-то сильное, что я стану великим, что я стану известным. Не так. Это далеко не так. И предназначение, оно уникальное. Но есть такие вещи, которые универсальны для всех. И они являются самыми истинными. Первое, это когда мы с вами творим вокруг себя любовь, когда мы любим самих себя, когда мы любим наших близких, когда мы любим наш мир вокруг нас, когда мы делимся этой любовью со всеми, кто рядом с нами. Это вот самое первое, самое важное. И второе, это когда мы становимся профессионалами своего дела. В зависимости от того, чем вы занимаетесь, если вы чувствуете, что это ваше, и если вы там развиваетесь, если вы там раскрываете потенциал своей души, то вы становитесь профессионалом, раскрываете то самое предназначение, то, ради чего вы пришли. Причём самое интересное, предназначение может даже немножко меняться. То есть определённый этап жизни начинает заниматься чем-то одним, а потом у него раскрываются новые таланты. Это не совсем меняться. Это на самом деле как улица, которая имеет повороты. Ты идёшь, вот предназначение здесь пройти такой отрезок, и у тебя рисуется вот такая вещь. И ты до неё, ну как картина, да, ты до неё должен дойти. Потому что если тебе на самом деле скажут вот ту конечную картинку, ты её вообще не поймёшь и вообще туда не пойдёшь. Скажешь, зачем мне это, это не моё, где я там, где я и где это. Поэтому предназначение для души, оно как бы приманивает, скажем так, картины. То есть вы должны пройти определённые этапы. Да, и я хотела ещё добавить, что когда мы смотрим на свою жизнь, на то, что мы получаем в процессе её, мы начинаем видеть как источник опыта для своей души. И там мы берём те самые ресурсы, чтобы становиться профессионалом, чтобы развивать то самое предназначение. И видим точки роста. Да. А дело в том, что наша душа очень интересна. Она живёт из воплощения в воплощение, и она нарабатывает опыт таким образом. И для чего она нарабатывает опыт? Для того, чтобы обрести какой-то ресурс, которого у неё раньше не было. Вот она не могла проявлять, допустим, любовь. Если она будет, задача будет получить любовь, если она по экстремальному пути пойдёт, вот получение любви, то душа заставит, чтобы сделать так, чтобы вокруг все проявляли максимально, а не любовь. Но вот сделать так, чтобы максимально никого нельзя было полюбить, принять близко. И что тогда человек воплощается, и он идёт, задача его опыта души в этом воплощении – получить опыт любви, а все вокруг демонстрируют обратное. И вот только научившись из такого минуса выходить в такой огромный плюс, это считается крутым. Но самое интересное, что когда человеческая душа сюда приходит, она в результате не понимает, как вообще она может это сделать, потому что это трудно, это тяжело. И тогда она начинает прибегать к услугам эго. Дело в том, что ведь опыт-то бьёт почему? Опыт бьёт по телу. А тело напрямую связано с эго. И вот этот разум-то, эго-то и есть практически. Они близко связаны друг с другом. И вот эго – это само сознание себя здесь, на этой земле, в этом воплощении, которое говорит, да какие там прошлые жизни, о чём вы там вообще, ребята? Ничего такого нет. Правильно, потому что эго умрёт в этой жизни, и оно останется в этом воплощении. А душа вся в этот опыт пойдёт дальше конструировать новые форматы общения. Ну, то есть так не получилось, она говорит, ну, ладно, сейчас ещё что-нибудь придумаем, да, чтобы этот опыт получить. А эго говорит, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот только эта жизнь, поэтому не надо мне тут голову запудрить всякой хренью. Давайте будем, ну, если любовь нельзя так получить, мы, значит, её купим. Станем сильно богатыми, будем всем денежки давать, и что ждать будем любви. Вариант? Ну, вариант. Но только любовь ли это? Понимаете, да? Если у человека, допустим, путь великого руководителя, управленца, допустим, да, по жизни, человека, который может влиять на судьбы других людей, брать причинность, брать ответственность, я не побоюсь этого слова, за большое количество людей, его могут пустить на путь вот как раз такого управленца. А управлять сложно. И тогда что человек учится? Правильно. Без любви манипулировать. Потому что манипуляция снизу – это как раз вот тот пример. Встречались вы с такими случаями? Когда любовь пытались купить, когда манипуляции пытались как раз завладеть властью, в коллективе, в обществе. То есть не управлением, а манипуляцией. Если да, напишите «да», пожалуйста. Вот таким вот образом. В результате эго и душа, они как бы вот все время у человека в дисбалансе зачастую находятся. И вот задача человека, задача души, наверное, да, и задача нас, и вот здесь вот мы сидим, для того, чтобы уравновесить и сделать так, чтобы и эго, и душа, они слышали друг друга, помогали друг другу, и мы выходили из разных самых ситуаций на ту самую золотую середину, которая многим так нужна. Но надо помнить о том, что многие занимаются духовными практиками опять из состояния манипуляции, друзья. Я вот это сделаю, я вот так помедитирую, помедитирую, а вы мне завтра, пожалуйста, да, я не знаю, там, золотую карету, да, что еще там? Хрустальные, да, пошмачки, но я не говорю замуж, деньги там, власти. И так далее, да, но вы понимаете. То есть вот сказку мне, пожалуйста, обеспечься. Манипулятивный подход? Манипулятивный подход, абсолютно верно. И ведь если брать в учет, что в прошлых воплощениях мы неоднократно косячили, то есть никто с нас этого энергетического балласта не уберет. Мы должны сами разгрести вот эту штуку, осознать, понять, принять, зачистить свои закорма. А опять, вот чем астрологическая карта с одной стороны хороша, она хороша именно этим. Вот я вам такой простой пример пока расскажу, да, ну, это мы глубоко на как раз обучении рассказываем и на метафорических картах. Допустим, в определенный период жизни, лет в 30, я вдруг в острых предметах, в ножах или в чем-то там, в скальпелях, где я с медициной связана, в общем-то, была, я начала видеть предметы убийства. И причем, знаете, такое холодное. Вот этим инструментом можно вот так расчленить, там, животное или там человека, а вот так. И, знаете, это меня так пугало, и убить можно вот таким вот образом. И меня это так пугало, и я вообще не понимала, откуда у меня эти знания, откуда вообще у меня вызывает любой острый предмет вот такое состояние. Пока, наконец, когда метафорические карты не появились в моей жизни, я не посмотрела, что в прошлой жизни я была а-ля судмедэксперт, который анализировал как раз убийства, и который, ну, это было не в наши времена, не в современной, но тем не менее юриспруденция, скажем так, и раньше в каком-то виде существовала. И вот я изучала вот такую вот отрасль, и, оказывается, вот воспоминания оттуда пришли, из прошлой жизни, когда это, ну, скажем так, проиграло, вспомнила там ошибки, какие-то моменты на картах метафорических, это картинки обычные, мы вам их покажем. В результате эта тема меня отпустила. А знаете, с таким запросом, сколько людей обращается ко мне, очень много. Вот такая вот интересная вещь. И поэтому вот наше предназначение, по большому счёту, это то, где тебе интересно, где тебе радостно, где ты готов, не смыкая глаз, работать буквально, да, и зачастую готов работать даже первоначально, ребята, отмечаю внимание, без денег, ради интереса, ради развития, ради осознания того, что вот это вау, в глазах своих увидеть, вот это новое состояние приобрести в себе. И шикарно, когда ты это вообще, удивительно, когда ты это видишь в человеке, в клиенте, когда клиенту глаза широко открываются и говорят, как я раньше этого не понимала, это же так легко, это так просто, и я так мучился много лет. Вот такая вот вещь. И вот этот путь, собственно говоря, с метафорическими картами проходится гораздо проще. И наше предназначение очень тесно связано с нашим развитием как Личности. Всем, наверное, известен такой термин, как возрастные кризисы. И он неспроста присутствует в нашей жизни, в нашем понимании. Когда мы с вами рождаемся, нам мир дает очень много. И дает много-много-много до определенного момента. А потом начинается выравниваться баланс. Все, что он вам отдал, должно быть возвращено обратно, в виде вашей помощи кому-то другому, в виде вашего творчества, в виде ваших каких-то конкретных дел, в виде вашего взаимодействия с другими людьми, в виде вашего врачевания и так далее. И у каждого этот процесс происходит по-разному. Но самое важное, что именно эти кризисы мы должны с вами пройти осознанно, должны пройти их правильно для того, чтобы этот баланс был верным. И у нас многие как раз, когда вырастают, понимают, что не пройдены какие-то многие детские и возрастные кризисы. Следовательно, если мы их не прошли, мы не получили те ресурсы, мы не получили тот дар, который нам должен был быть дан этим миром. И как раз прорабатывая эти кризисы, мы таким образом нарабатываем ресурсы для своего предназначения. И вот Галина спрашивает, где же найти это дело, где радостно и интересно жизнь вокруг вас. И грани предназначения, они не открываются, если вы не действуете. Многие из-за боли, из-за страха зависают. Зависают в этих болях, зависают в этих состояниях и не идут из-за того, чтобы бояться. И вот метафорические карты в этом помогают. Они помогают осознать страх, они помогают заранее посмотреть на ту профессию, которая есть, и увидеть там как раз какие-то моменты, которые могут вас остановить и не дать вам двигаться в этом направлении. Или какие-то моменты, которые наоборот вас будут очень сильно воодушевлять, двигаться. И тогда будут открываться новые аспекты вашей личности, новые знания будут приходить к вам и, соответственно, будут приходить новые возможности. Но есть трудность, да, а есть усилие. Это две большие разницы. И усилие у нас нужно для того, чтобы мы чему-то научились, есть для того, чтобы мы смогли что-то достичь, потому что без этого мы не сможем получить результат, мы не сможем получить наилучшего результата, мы не сможем достичь успеха. А когда у нас с вами мы накачиваемся большим количеством энергии, когда у нас много ресурсов, когда мы готовы двигаться вперёд, когда нас ничего не останавливает, то это усилие кажется очень простым. Поэтому, когда мы прорабатываем, ну, кто проходил психологию, вот у нас на курсах учился, то знают, что когда прорабатываешь определённые моменты, когда эта энергия у нас поступает, эти ресурсы возвращаются, но мы готовы горы сворачивать, у нас дела по-другому начинают идти. Напишите, если у вас так. Вот. И эти усилия, которые, казалось бы, раньше не казались нерешёнными столько времени, решаются по щелчку пальцев и кажется, что, о боже, зачем я столько лет сидел над этим вопросом, думал, когда надо было взять и сделать. А всё из-за того, что просто не хватало энергии, для того, чтобы это усилие завершить до конца. А проблемой вот вообще всё это становится тогда, когда ваши вот эти внутренние, как я уже говорила, блокировки вам говорят, ой, нет, мы туда не пойдём, вот здесь нас неплохо кормят, и даже если не кормят, то, в общем-то, пусть с голода не умираем, и здесь и останемся. И вот первые же сложности, особенно молодёжь сейчас склонна к этому, поскольку в виртуальных играх достаточно всё легко и просто, в жизни, как только они сталкиваются, они вдруг понимают, что это совсем не компьютерная игра. Многие уходят в депрессии и так далее. И у нас часто появляются какие-то такие, знаете, мысли, что это не моё, я с этим не могу справиться. Ну и всё такое подобное и подобное, друзья. И вот это как раз знак для того, что вам нужно просто поработать с этим аспектом, и эту трудность, она показывает на ту травму, на тот заряд, на тот ресурс, которым вы не умеете пользоваться. Если вы берёте метафорические карты и начинаете находить, вот начать действовать, самое главное действовать, запомните этот глагол, да, и любить – это тоже действие, это тоже глагол, это тоже какие-то мероприятия, которые ты предпринимаешь, понимаете? Не просто сижу и люблю. А в чём это выражается? Так вот, метафорические карты позволяют помочь и увидеть, чего вы боитесь, что вас останавливает, и убрать, собственно говоря, это. И вот тогда, собственно говоря, вопрос, как в этом воплощении найти своё предназначение, он открывается, он открывается легко. Просто в том деле, которым занимаетесь вы сейчас. Сейчас, возможно, есть блокировки, которые не дают вам выйти на новый уровень, принятие себя в этой профессии, в этой деятельности, или выход в новый уровень в этой деятельности. Соответственно, что? Берём метафорические карты и прорабатываем. Что же такое метафорические карты? Метафорические карты – это интереснейший инструмент для работы с собой. Представлены они в виде карточек, которые помещаются легко в руку. На карточках нарисованы чаще всего любые пейзажи. Могут быть картины, изображения лиц, изображения животных. На них могут быть написаны слова, на них могут быть нарисованы схемы. То есть там есть, где души разгуляться. И каким же образом они работают? Работают они за счёт ассоциации. Когда мы с вами видим какой-то образ, изображённый на данной карточке, он проникает в наше подсознание, сквозь сознание. А сознание там у нас есть эго с барьерами, которые не готовы даваться, не готовы скрываться. Но вот эта ассоциация, она мягко и спокойно проникает вглубь наше подсознание и даёт вам вытащить всё то, что у вас внутри мешает вам двигаться. И эта ассоциация, она заложена в той самой метафоре, то есть в возможности говорить о своих чувствах, о своих болях. Мы с помощью переноса их на другие объекты, то есть условно с метафорическими картами даже можно работать с жертвами насилия, например. Они же не могут прийти и сказать, меня не все могут прийти и сказать психологу о том, что меня, например, изнасировали. А вот с помощью метафорических карт они могут перенести и рассказать это таким образом, что даже не говорить о том, что этот факт произошёл. Они могут сказать о своих чувствах, что им было больно, о том, как там было плохо, но не говорить о самом факте. И это большой плюс метафорических карт, потому что они позволяют раскрыть ситуацию, раскрыть проблему без даже называния её, описывания целиком. А блокировка уходит. Самое интересное, что после этого клиент совершенно спокойно эту ситуацию рассказывает. Это часто бывает. И знаете, это особенно, когда работаешь с женщинами, это связано с насилием. И когда это домогались там, или допустим, отцы, или братья. Или на работе. И к мальчикам тоже самое. И вот эти вещи, они настолько сильно блокируют, особенно тему денег, друзья. Вы просто себе не представляете. Это не публичная тема. Об этом не привыкли люди рассказывать. Между тем, если рассказываешь, и чем больше выговоришь, тем легче становится. Вы, наверное, это знаете. То есть встречались с таким? Напишите, да, если встречались, что какая-то ситуация такая была. Вот боишься, боишься о ней сказать. Потом раз, сказал, и вдруг как облегчение. Потом второй сказал, а смотришь еще при этом реакцию других людей. А им, знаешь, как-то фиолетово. Им все равно. Потому что это не их касался. Это у тебя был колоссальный заряд. И стоит тебе вот открыть этот мешочек, в который наполнен, надут вот этим гневом, болью, отчаянием, разочарованием, страхом, осуждением. Ну, чем хочешь, да. И он начинает сдуваться только от того, что ты открыл рот и начал говорить. И вот метафорические карты, как Лесян сказала, даже не надо называть ситуацию, а просто говорить, что мне там было страшно, больно, одиноко и так далее. Более того, почему они работают? Они позволяют нам материал вот этот психологический, болезненный. В себе тяжело разбираться, да. Ну вот, а если это вынести, да еще на картинку, да еще это не я, это какой-то кот, допустим, да, а не я. Или какой-то человек, изображенный на картинке, а не я. Про другого рассказывать легче. Но, честно говоря, вы рассказывать все равно будете только про себя. И вот смотрите, смотрите, сейчас особенно для новичков будет интересная картинка. Вы сейчас посмотрите на нее и напишите прямо вот сейчас в чате, кто нарисован на картинке и что он делает. Вот на этой картинке кто нарисован и что он делает. Пока вы пишите, я сразу сейчас вам одну интересную штуку скажу про метафорические карты. Дело в том, что когда клиенты приходят, у которых очень сильно особенно провалены границы, а границы у нас провалены у практически 90, ну, наверное, 9-95% клиентов изначально, пока это они темой начинают заниматься, то когда начинаешь говорить, человек такой ориентируется, а вы мне объясните, а что здесь нарисовано, а вы мне сами скажите, что здесь нарисовано. И человек даже боится сказать. И вот постепенно, когда он начинает говорить, к нему возвращается контроль, управление, право управлять. Это дорогого стоит. Именно метафорические картинки, именно этим очень здорово реанимируют душу человека. Вот так, ага. Читаю. Видите, кто-то охотится, кто-то идет. Сейчас я еще буду ждать ваших ответов. Пока еще не все. Так, хорошо, охотится. Так, ага. Ждем, ждем. Вот кто-то написал просто. Вот, наконец, Наталья Николаева, спасибо, что вы написали. Вот смотрите, она написала, что... Вот Елена написала, спускается. Вот смотрите, почему у кого-то кот идет вверх, а у кого-то кот идет вниз. Вот у кого-то по лабиринту, кто-то за корма, у кого-то довольный. У кого-то босс. Да, у кого-то босс идет. Смотрите, одна картинка. А вот почему вверх кому-то, а кому-то вниз? Это зависит от определенного психологического состояния. Но мы здесь рассматривали некоторые вещи по душе. Вот если вы погрузились в одно состояние, вы можете видеть, что как будто кот идет вверх. А кто-то скажет вниз. Опять же, в зависимости от того, какая ситуация. И вы эту карточку, если вытащите, если мы будем проговаривать одну ситуацию, вы напишите эту карту по одному. Если напишите, ой, вытащите в другой ситуации, вы ее будете рассказывать совершенно по-другому. И будете удивляться и говорить, ну как же, раньше было вот так, а сейчас вот так. Вот такие удивительные метафорические карты. Почему? Что это такое? Вы, наверное, знаете про дельфинов, про летучих мышей, про ультразвук. Ну, УЗИ, в конце концов, уже, наверное, почти все делали. Что делает ультразвук? Он идет и до какой-то поверхности ударяется и возвращается. Вот летучим мышам это позволяет охотиться, позволяет не ударяться нигде. И, значит, ходить там, летать совершенно спокойно, да, не используя зрение в темноте. Так вот, смотрите, почему то же самое у нас происходит. Мы свою эмоцию отправляем, глядя на эту картинку. Она ударяется в какую-то значимую для нас часть и возвращается нам в виде осознанного момента. Если я просто так буду апеллировать, а что там? Вы как внутри крутились, вы так и вытащить и осознать не сможете. А здесь, понимаете, механизм какой? Как ультразвук. Полетела эмоция туда, ударилась. И именно тот звук, который у вас есть, та эмоция, которая есть, к вам вернулась, и вы ее осознали. Вот в чем колоссальное преимущество метафорических карт. Почему они дают эффект вау? Причем здесь может, извините, каля-баля какая-то мазня быть. Вы эту картинки такие еще увидите с точки зрения обычного человека. И даже они работают шикарно. Почему? Потому что подсознание. Давайте еще поиграем. Напишите, пожалуйста, что делает кот здесь. Коты здесь. Или кошки. Ну, не знаю кто. Кто кого видит. Напишите, пожалуйста. Особенно новички. У кого-то даже улыбающийся кот. Да. Недавно я буквально была в небольшой практике с двумя детьми. Одной девочке было 9 лет, другой 16 лет. И они дали совершенно разные ответы. Сейчас ваши ответы пойдут, когда я вам расскажу о них. Куда наверх? На текст. А, это да? Да. Ага. Я нажала. Один кормит другого. Не-не, подожди. Давай, пусть немножко придут сначала сообщения, а потом. Ты про детей начала говорить. Вот, я жду ответов сначала. Угу. Угу. Вот. И девочка, которая была постарше, сказала о том, что эта карта олицетворяет ее отношения с мамой, где мама ее учит и контролирует. А другая девочка, которая помладше, увидев эту карту, сказала, что это она с мамой, и мама поддерживает ее волосы. А у девочки на минуточку такая копна, наверное, шире моей руки, в два раза вот такая. И она ей всегда помогает с волосами, еще очень длинная. Она говорит, мама придерживает мне волосы, пока я кушаю, чтобы мне не мешали. То есть, насколько меняется представление даже у детей, когда они смотрят на эти карты. Что же говорить о нас, а взрослых. Угу. Вот, Светлана Глина, спасибо. Кот отомстил кошке за что-то, притопил ее лапой в миске. Вот, на самом деле, да, эту карту, особенно мужчины, не стесняясь, они так любят смачное выражение, они говорят, жри давай. Кстати, а мужчины, вас много здесь, нет? Мы сейчас попросим, наверное, мужчин написать приветствую или какое-то, да, какое слово? Привет, в конце концов. Напишите, пожалуйста, я здесь, да, или там привет, чтобы мы поняли, что это мужчины с нами. Потому что мы будем тогда апеллировать больше к женской тематике, если мужчин не так много. Ну, или в основном, или будем и мужчинам, и женщинам. Да, вот, ребенка заставляет делать то, что он не хочет. Она совершенно с вами согласна, и большинству в обычной жизни. Вот онлайн немножко восприятие всегда меняется. Это вот специфика онлайн, когда на вебинаре разговариваешь, другая тенденция. Ну, мы сами задаем ее, да. А вот когда вживую берешь картинку и даешь, показываешь людям, они все вот как один. Говорит, насилие, насилие, насилие. И каково же мое удивление было, когда первый раз я начала работать с детьми, они достали эти картинки. Я попросила его найти карты, которые ему нравятся. И вот он нашел эту картинку в том числе и говорит, я говорю, а что здесь тебе нравится в удивлении таком большом? Ну, у меня же другая картина, насилие. И он говорит, ну как, котик съел кашку, мама говорит, молодец, съел всю кашку и гладит его по голове. Вы знаете, я тогда сказала, вау, этого у меня не было. Была ли у меня проблема с насилием по еде? Вот так, что я даже вот эту, вроде как психолог, да, который уже работает с этими картами, я вообще не видела эту реальность в этой карте. Понимаете, это о чем, ребят? Это вот как раз о ваших затыках. Говорят, денег нет. Та же самая карта, жри давай, да, насилие. А кто-то говорит, играют, а кто-то говорит, веселятся, говорят, денег много. А кто-то говорит, нет денег. Почему? Потому что у него это просто вопрос непроработан. Как только я убрала у себя вот это вот, даже просто мне помог ребенок увидеть, а действительно же здесь, молочина, скушал. Все, моя ситуация изменилась, и мои детские травмы тоже начали что? Актуализироваться и уходить. Вот чудо метафорических карт в этом и заключается. Мужчин много. Много, да? Ну, значит, тогда будем универсальны. Там приветы прям. Спасибо большое. Мужчинам очень приятно, что вы откликнули, что написали, и это очень радует. Ну, тогда, значит, в формате 50 на 50 идем. Так вот, как же искать свое предназначение? Переходим, наверное, к самому интересному, к самому часто задаваемому вопросу, который интересует всех. На самом деле секрет очень прост. Вот, как мы уже говорили, есть универсальные две вещи – это быть профессионалом и дарить любовь. Но есть очень еще важные шаги на пути к пониманию. В чем же ваше именно предназначение и как к нему начать двигаться, как же начать жить в соответствии с ним. И мы непосредственно к ним перейдем. Итак, первый шаг называется знакомство с собой. Как я уже говорила, мы с вами рождаемся здесь на Земле с определенным набором навыков, умений, опыта, который к нам пришел благодаря нашим прошлым воплощениям, благодаря нашим родителям, их родителям и так далее. То есть благодаря нашему роду. И с помощью этого мы можем себя проявлять, мы можем себя развивать. И самое важное – узнать, что же за качества у нас скрыты, которые были даны нам по природе. И один из способов – это натальная карта, о которой мы говорили, вы можете узнать. Но есть и другие практики к ним попозже. Так что же натальная карта? Когда я сама первый раз пошла знакомиться с натальной картой, у меня было очень много предубеждений, что все это шарлатанство, что все это ерунда, что как это может быть работать, как какие-то звезды непонятные, которые нам светят, могут иметь такое сильное влияние. Это было, наверное, лет в 15 назад где-то, когда мне лет в 12-13, да, где-то так мне было. И у меня уже сложился стереотип, что это плохо, что это неправильно, неправильно, не по-научному, и что религия это отвергает. Но когда я услышала определенные вещи, когда я попала грамотному астрологу, и она была еще совместно с психологом, и она очень грамотно показала, что натальная карта – это не какое-то гадание, не еще что-то. Она говорит лишь о твоих возможностях, о точках роста. И когда ты умеешь использовать эти средства для себя, во благо себе, и можешь использовать эти сильные стороны и развивать, можешь прокачивать слабые стороны, которые как бы прописаны, то ты можешь становиться универсальным суперчеловеком, по сути, человеком с большой буквы, лучшей версией самого себя. И вот как раз-таки она помогает, натальная карта, понять, как же пройти определенные уроки жизненные. И благодаря с помощью натальной карты можно понять свои таланты, понять черты характера, можно понять момент, с которым предстоит столкнуться. И в свое время у нас был такой момент, что мне очень много падало негативных аспектов личной жизни. И благодаря этому знанию, что мы знали, что может случиться в моей жизни, мы смогли уберечь меня благодаря моей маме. Она сделала все для этого, для того, чтобы это не случилось. И действительно, я прошла этот урок максимально безопасно, максимально комфортно, благодаря ее озабоченности, моей жизни, то, что она знала, что мне надо обезопасить от этого. И я как бы смогла пройти этот урок и освободиться от его воздействия. Может ли предназначение создать счастливую семью? Или научиться этому может быть одной из целей, но не предназначение? Смотрите, есть такая штука, если вы знаете, особенно время своего рождения, ее делают ректификацию, на это углубление в астрологию пошло, но опять все-таки базироваться. Но что есть? Есть по домам, а есть по знакам. В принципе, если дата рождения есть, по знакам можно всем сделать. То же самое. Астрологическую карту берете, смотрите в свои дома. И вот если у вас ось 6-10, по-моему, получается, что 10-й дом, то наоборот, вру-вру, сейчас скажу, ось рак-козерок, то тогда асцендент-асцендент, то тогда у вас получает... Нет, неправильно сказала. Да, все-все верно, Господи, заговорилась. Так вот, если у вас рак-козерок, да, нет, опять, рак-козерок, это мои. Наоборот, козерок-рак, то есть от социального нужно идти к семейному. Вот тогда семья будет стоять на первом месте. Но важно будет не отрываться от семьи. Но поэтому по предназначению, по домам, по знакам, мы еще с вами можем сделать вебинар. Он должен был быть, но как бы вот пока отвлеклись и не смогли его сделать. Но тем не менее, смотрите, натальная карта – это компас, собственно говоря, да, и когда тебе говорят, что ты должен вот так, вот так, вот так, вопрос «А как это делать?» никуда не девается. Вот никуда не девается. То есть, ну, да, для тебе новые знания. Иногда даже больше разочарования возникает. Вот не знал, как бы, да, и сиделся спокойно. А теперь еще и знаю, что надо это сделать. А если не сделаю, подзатыльники я получу, да. Вот что хорошего от этого. Так вот, как я вам говорила, душа не приказывает, она шепчет и ждет, пока человек наиграется вот в эти свои игры с эго, да, кто я, чего я, у кого больше денег, у кого чего там толще, длиннее и так далее. Но все эти игры вы знаете. Так вот, если вы не начнете заниматься предназначением, а вы его знаете, никакого астролога не надо. Астролог – это тоже, в общем-то, ну, как, на потребности чьей-то души были созданы вот эти вещи, так ли, да. Но душа-то всегда с вами. Если у вас есть инструменты общения со своей душой, то тогда, в общем-то, все становится совершенно по-другому. Вот. И чем больше вы отклонитесь от того пути, тем больше оно, условно, знаете, вот тянет и зовет. Есть такое у вас? Тянет и зовет душа вернуться на свой путь. И выражается как? У человека грусть беспричинная, у человека какая-то брошенность, у человека какое-то одиночество. Бессмысленность жизни. Бессмысленность, да, какое-то прожигание жизни, да, вот понимание, что он чем-то не тем занимается. Вот если про вас, напишите про меня. Ну вот. И тогда очень часто смотреть, человек углубляется в эго, а если человек в эго углубляется, он усиливает лишь свое состояние, исчерпывает то время, которое ему отведено для реализации, и приходит потом, ну скажем, в жутком состоянии. И такой человек еще требует. Давай я тебе заплачу, а ты мне типа того счастливую жизнь. Ага. Не всегда это возможно. То есть упражнения души никто не отменял. И вот метафорические карты, они чем хороши, вы на метафорических картах видите, о чем плачет душа. И самое главное, находите инструменты, как эту душу вернуть в нужное направление. А у кого-то быстрее получится, у кого-то не быстро получится. То есть, ну, а идти все равно надо по этому пути. Поэтому смотрите, ну, как я уже говорила, для эго душа не указ. И инструменты для укращения, скажем так, адаптации эго у вас должны быть. И вот большинство людей отказывается слышать голос души именно по этой причине. И некоторые так и не просыпаются, некоторые так до конца и доходят до этого пути. Ну, следующее воплощение будет еще веселье. Вот. А эго умеет защищать себя, однако, в душе. То есть вот сомнения, скепсис, критика, недоверие. Это вот обесценивание, да? И здесь зачастую люди говорят, что мне это не дано, это не мое. Мне не удается услышать, мне не удается почувствовать. Это работает с другими людьми. И самое частое, я не могу почувствовать тело. Очень большое количество клиентов приходит, которые не чувствуют связи со своим телом. Да, они чувствуют, что там у них что-то болит, там раз в год, дай бог, в лучшем случае. А так они вообще не понимают. А тело как раз-таки проводник нашей души, и оно с нами через тело общается. И когда мы не умеем чувствовать тело, мы не умеем зачастую чувствовать эмоции. И сколько людей живет, которые не могут сказать о любви к себе, к своим близким. Я была как-то на тренинге, где надо было сказать, я люблю себя. Для многих это такая проблема. Их прям трясет физически, они начинают рыдать. А давай сейчас, вы сидите дома, прям проговорите слух, я люблю себя. И что вы почувствуете? Да, чувствуете ли вы любовь? Если нет, напишите откровенно. Нет. А это о связи как раз со своей душой. Да, Рая пишет. Постоянно в состоянии стеклянной банки. Да, 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 да. Если вы еще отказывались от жизни, думали, у вас были мысли о суициде, были о несправедливости, были такие, лучше, извините, сдохнуть. Прямо так и говорят. Или там вообще, мне опострелила эта жизнь, зачем мне вообще все это, что у меня за судьба такая. Вот если у вас такие мысли были, это все как бы с камней в свой огород, который отягчает, 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 отягчает свое состояние. И чем больше в этого, вот то, что это случится только с другими, со мной это не работает, я это не чувствую, чем больше этого у нас, тем дальше мы становимся от пути своей души. И тем хуже мы слышим голос этой души, который нам тихо шепчет о том, куда двигаться. И смотрите еще, что очень важно. Вот второй шаг, это найти свое место в своем роду. То есть вот когда я пришла к астрологу, потому что он мне сказал, ты, говорит, осенизатор рода. Вот дали мне предназначение, миссию на тот этап, да. И вот придете вы к такому астрологу, и он так вас, извините, радостный такой подарок. Ты осенизатор рода. Вот, ну, подорвала слова, да, ну, прям вот хочется ли быть осенизатором. Блин, они там накосячили, а я, значит, разгребай. Возникает только, извините, такое отношение к роду, как к предателю, который тебя выставил на амбразуру, навешал на себя всякую там родовую нагрузку и задачу, и теперь как бы ждет, что ты радостно и весело будешь тащить это бревнышко. О какой любви там будет идти речь? То есть я вспоминаю свои очень чувства такие, да, вот они не светлые, они не хорошие. И я слышу это от клиентов зачастую, когда они сами окунаются в эту тему, вдруг видят. Дело в том, что когда вы становитесь во главе рода и начинаете решать эти задачи, да, они идут из рода, но самое-то прекрасное, что вы и так будете их решать. Они и так у вас есть, они никуда не делись. Не вы так ваши дети, а вы еще же усугубили какие-то ситуации, вы же задачи не решили. Ваши дети, ваши внуки. И, говорит, секреты родителей становятся привычками их детей и судьбой их внуков. И вот все наши тайны, особенно все наши вот эти вот кривые косые пути, они все вылазят. И потом локти кусаешь, ногти грызешь, сказать не могут многие родители, а все это вылазит на поверхность. И в результате что? Время ушло, а вот она, ситуация. А я настолько усугублена, что деваться некуда. Ее хочешь, не хочешь, начинаешь решать. И поэтому, когда ты знаешь задачи рода, метафорические карты задачи рода помогают решать, то тогда переходишь к третьему шагу понимания себя и своих желаний. И как раз-таки предназначение, мы уже об этом говорили, это не там, где всегда легко и просто. Хотя некоторые, когда научаются в достаточно раннем возрасте слышать свою душу, зная свой путь души, им дается это гораздо легче. Однако все равно возникают сложности определенного характера. Они бывают разных уровней, естественно, в зависимости от нашего этапа развития. Однако все равно они даются, потому что за счет этих определенных моментов мы растем, мы переходим определенные этапы. И что необходимо для того, чтобы двигаться? Это всегда необходимо, для того, чтобы расти, необходимо всегда двигаться. Очень многие хотят многого, но когда спрашиваешь, а сделал ли ты самые маленькие шаги по направлению, вот говорят, искусство маленьких шагов, это чтобы начать хоть что-то делать. У большинства даже этот этап не запущен. У большинства их идеи, их желание реализовать свое предназначение лежит просто во голове, как какая-то мысль о хорошей погоде или еще о чем-то, о любви, и все. Но мы никаких шагов не предпринимаем. Поэтому важно нарабатывать знания, получать опыт и при этом совершать ошибки. Ошибки, может быть, не такого плана глобального, однако, недавно хорошую вещь услышали. Успешный человек — это не тот, который пошел в предпринимательство и взлетел, и летит. Успешный человек — это тот, кто взлетел, упал, взлетел, упал. То есть это успех, это его навык, это то, что он наработал как мышцу, и он может в любой сложный момент жизни восстать и двигаться дальше. И самый верный признак того, что вы на верном пути, вне зависимости от того, как вам сложно, вне зависимости от того, какие перипетии вам дает судьба, вы все равно хотите этим заниматься, вы все равно горите этим, вы все равно двигаетесь в этом направлении. И тогда это действительно ваше дело, ваше предназначение, то, куда вам надо двигаться. Однако, что происходит у нас в российском, ну не только в российском обществе, когда мы с вами начинаем расти, нас зачастую сталкиваемся с социумом. И первый социум — это наш, самый ближайший круг — это наши родители. Это когда мы что-то делаем, например, «Мама, посмотри, что я сделала!» прибегает ребенок и показывает на стену обляпанную краской. У мамы ужас, шок, сколько денег она заплатила за эти обои и сколько теперь надо на ремонт. Ну и все особенно свежие, да? Да, и там начинается, «О, Господи, что ты наделал, у руки крюки, лучше сиди, не высовывайся». И это ладно так. А иногда просто ребенок подбегает, хоть, чтобы на него уделили внимание, а мы сидим в гаджетах и говорим, «Отстань не до тебя, мы чем-нибудь другим посмотрим, или телефон посмотри, мультик какой-нибудь». И мы тогда понимаем, что если им не нужно, то и нам не нужно. Зачем, если самое важное, люди в нашей жизни обесценивают нас уже с детства, зачем нам ценить себя, зачем наши действия считать какими-то важными. И мы таким образом теряем себя. То есть таким образом у нас складывается убеждение, что наша жизнь, наши потребности никого не волнует. И чего же я хочу? Вот этот вопрос именно начинает беспокоить большое количество людей, потому что люди говорят, «А я целей не вижу своих, я не понимаю, чего я хочу. Я привык удовлетворять желания и потребности моих близких. Сначала родителей, потом мужа, потом детей». Вот это знакомо вам? Вот напишите «знакомо». И когда начинаешь спрашивать о хобби, о какие у тебя таланты, о какие у тебя, ну вот чем бы ты начал заниматься, если бы не занимался вот той деятельностью, которой занимаешься, которая тебе не нравится. И человек зависает, и он не знает, чего бы он хотел, потому что его жизнь похожа на какое-то, не знаю, как Белка в полисе, вот такая вот вещь. Вот, Надежда Белкова, она пишет, знакома, точно про меня, да, знакома, пишет Марина Берлиза. Вот таким вот образом. Ребята, откуда? Вот вы сами почувствовали, сейчас часть людей проговорила, «Я тебя люблю». Вот знаете, еще ребенку, кому-то другому, они могут сказать, «Я тебя люблю», а себе нет. И вы сейчас это почувствовали, что даже любви к себе нет. Если любви к себе нет, где будет позволение заниматься тем, чем я хочу? А у многих тема денег перекрыта именно вот этими желаниями. А если у вас такое, есть в жизни, вот напишите, есть в жизни, что вы получили зарплату, и вы эту зарплату куда делите? Вы ее делите, ну, на там, конечно, хозяйственные нужды и так далее, остаток. Детям сапоги, мужу, я не знаю, там галстук нужен, да, а себе сапоги, ну, ладно, я там старые свои в ремонт отнесу и типа того на этом перебьюсь. Знакомая картина? Есть такое? Напишите, есть такое, если есть. Я это на себе отследила, что денег начала зарабатывать достаточно много, но на себя потратить, на себя вложить, а именно у меня звучит потратить, я их не могу. Я спокойно могу выложить на ремонт, я спокойно могу выложить там, я не знаю, там на шторы, на обои, на что-то, на поездку совместную куда-то, но на себя, чтобы позволить себе, хотя я сама зарабатываю, вообще ни перед кем не отчитываюсь, я не могу. Почему? Да потому что из детства все это идет. И вот, собственно говоря, с хобби тоже так. позволить это время, которое ты должна уделить туда-туда, потратить на себя. И вот пока у вас границы не простроены, вот четвертый шаг, который связан напрямую с границами, пока вашей жизнью будут управлять родители, партнеры, социум, да всегда, дети в конце концов, пока вы зависите от чужого мнения, есть такое, зависите от чужого мнения, кто что сказал, кто, как говорится, повернется, развернется, поглядит, зависим, напишите, зависим, если есть такие. И пока вы не можете оставить свои цели и желания, ваша жизнь, собственно говоря, будет таким днем сурка. Более того, она будет ухудшаться, потому что энергии у вас все будет меньше и меньше. Вот это желание, вернее, это способность любить себя, возвращенное себе, вот эта способность хотеть, она наполняет нас энергией, энергией действия дальнейшего. Чем старше мы становимся, тем меньше эта энергия. Если граница не выстроена, если туда не запасаешь вот эту энергию, то тогда не из чего дальше творить-то. Вот метафорические карты опять возвращают это. И если вы будете научиться высказывать свое мнение без критики, без чувства ины за то, что вы сказали, а это еще надо научиться говорить, и опять же, да, есть технологии, которым можно научиться, это наша же школа коучинга, та же те же метафорические карты. То есть, когда у вас будет любящее отношение к себе, когда у вас будет любящее отношение к вашим людям, кто вас окружает, близким, не близким, не важно, тогда мир вдруг начинает меняться. И поэтому мы предлагаем вам сейчас немножко попробовать познакомиться с магией карты, особенно те, кто их не видел, будет очень интересно и тем, кто видел, это прям любимая одна из частей вебинара всегда. Что же мешает двигаться по пути моего предназначения? Возможно, кто-то уже знает свое предназначение, кто-то еще все еще в вопросах, какое же оно? Давайте же посмотрим, какая эмоция блокирует ваше движение. И сейчас выбирайте любую карту, вот первая, вторая, третья и так далее, до девятой. Вот сейчас почувствуйте душой, просто какая карта, номер карты потянет. И не надо ее писать в чате, напишите, ну запомните для себя. И, наверное, уже выбрали. И сейчас мы откроем картинку. И когда будем откроем картинку на этом месте, вы, пожалуйста, взглядитесь в эту картинку как можно пристальнее. Что именно картинка вас вызывает? И поосознайте, попробуйте осознать, какая эмоция на данный момент вас блокирует. Если у вас немного экран мелковат, попробуйте увеличить, растянуть или сфотографируйте и сделайте скрин, чтобы потом эту карту увеличить и посмотреть ее поближе. Но, к сожалению, отдельно каждую карту не можем смотреть. Да, берете телефон, фотографируете и расширяете. И какая эмоция блокирует движение? А вот этим можно поделиться прямо сейчас здесь. Да, что она у вас вызывает, эта карта? Какие эмоции? Ждем. Понятно, что на что есть этот. Время задержки. Может, еще разтянуть ее? Попробуй. Ждем. У нас есть задержка. Тяжесть Ольга пишет. Еще. Вот что несет? Сомнения, непонимания. А вот пишет Гульна, что ничего не поняла. Вот есть какое-то у вас предназначение. И вы к этому предназначению не можете приблизиться, потому что у вас есть какая-то эмоция. Может быть, это как раз непонимание, вообще непонимание предназначения. Да, вот ступор, как здесь говорят. И вот вы сейчас вот эту картинку увидели, и у вас пошла какая-то эмоция, вообще непринятие, допустим, еще чего-то. Вот попробуйте сейчас оттолкнуться от этой картинки и вот словить эту Гульнас эмоцию. Ужас. Вот девятый пишет. Не понимаю. Какая эмоция там? А если несколько эмоций, то пишите несколько эмоций. А еще интересно, бывает иногда и та же карта может вызывать противоречивые эмоции, они могут быть противоположны. Например, свет, тьма, казалось бы, почему и то, и другое. А здесь включаются так называемые ассоциации. Они как раз прорабатываются с помощью метафорических карт на курсе. Пусть к себе. Вот Эльвира пишет. Зависть. Написала много, а по сути, видите, зеваки стоят, смотрят, завидуют. Зависть. Грусть. Чувствую поддержки. Страх. Очень интересно, да? Вот смотрите, вы для себя сейчас запишите на листочке, на бумаге именно эту эмоцию. Вот не только в чат сейчас написали, а себе напишите. И сейчас мы познакомим вас еще с одной колодой Оши Цзэн Тару, которая называется, она тоже у нас в карточной комнате есть, и когда вы будете обучаться, если пойдете на курс себе, там она есть. И о чем говорит душа? Вот эта эмоция, плюс о чем говорит душа? Выберите тоже так же карту, с первой по шестую какую-то. Сейчас вот душа попробует до вас достучаться в каком-то формате. Выбрали, наверное, с первой по шестую карты. И давайте посмотрим, о чем эти карты. Вот Елена пишет простильность, ненаверие. Для тех, у кого мелкие шрифты не видно, первая верхняя карта бунтарь, вторая движение с потоком, третья борьба, четвертая сравнение, пятая зрелость, шестой прорыв. Дальше мы сейчас вам проговорим немножечко кратенькое значение этих карт. Бунтарь призывает нас убрать ответственность за то, кем мы являемся, за то, что мы делаем и жить в соответствии с этим, со своей истиной, жить со своей душой на самом деле. Движение с потоком это вы можете сейчас плыть, доверяясь тому, что жизнь поддерживает вас в расслабленности и принесет вас точно туда, куда вы хотите идти. Здесь очень важно довериться миру, довериться этому потоку и дать возможность ему привести вас в наилучший момент. То есть это не означает, что вы должны все лечь, раскинув руки и думать, что все так само случится. Нет, необходимо действовать дальше, но верить и знать, доверять миру, что он вас приведет в лучшее для вас место. Третье, борьба. Здесь необходимо прекратить борьбу и борьба может быть с чем угодно, борьба с самим собой, борьба с миром, борьба с кем-то там, с родственниками, например. Остановить эту борьбу и тогда у вас появится больше энергии, у вас появится больше любви и начинать лучше всего с прощения самого себя, потому что всегда борьба с другими это зачастую борьба с самим собой. Сравнение. Всегда найдется тот, кто красивее, талантливее, сильнее, умнее и явно счастливее, чем вы. И наоборот, всегда будут те, кто хуже, чем вы во всех отношениях. Вот способ выяснить, кто вы, это не сравнивать себя с другими, а смотреть, реализуете ли вы лично свой потенциал наилучшим образом. Зрелость. Это внутреннее цветение и целостность, которое вы чувствуете, которое дает возможность неограниченного движения. Вы можете идти в любом направлении, вовнутрь или вовне, это не имеет значения, потому что внешние силы уже не могут повлиять на вашу радость и зрелость. Прорыв. Позвольте себе рискнуть и разрушить старые системы ограничения, которые не давали течь вашей энергии. Дело этого, вы будете удивлены, насколько жизненность и возможности этот прорыв может принести в вашу жизнь. Вот такие интересные карты. Вот я сейчас, значит, сейчас вам вот эту карту покажу, вот сравнение. В свое время, когда я задумала стать тренером в центре Константина Довлатова, мы тогда еще были, ну как, я была ученицей Константина, вот, на курсах его, и когда я задумала стать там тренером, он сказал, хорошо, я пошла учиться, становиться тренером, и у меня, чтобы подстраховать себя, я решила делать набор в Казани и делать набор на Константина, потому что на кого-то всегда проще о ком-то рассказывать, чем о себе, потому что есть еще, вот как здесь, сравнения, сомнения и так далее. и если в первый раз тренинг на Константина я собрала за 23 часа, буквально набрали 18 человек, за 23 часа, ребята, на минуточку тренинг стоил тогда порядка 75 тысяч, и это было сколько лет назад? В 13-м году, вот, то есть, тогда это тоже еще больше деньги были, чем сейчас, так ведь, да, вот, а это прошло буквально полгода, и вот, он мне сдал задание собрать 100 человек, а у меня даже трех человек нет, и вот я тогда проработала, училась в школе коучинга, проработала на метафорических картах эту ситуацию, и вытащила, что же такое вот мне по пути, это вообще мое, не мое, это мое предназначение, нет, получается, что да, и вот, когда я работала с сомнениями, ой, ну, как бы с этим, действительно сомнениями, я вытащила эту карту, и вытащила карту сравнения, вот, на карте здесь расположен баоба и бамбук, баоба просчет тысячи лет, может, да, бамбук, он, ну, очень быстрый, как трава фактически, но, баобов растет очень медленно, а бамбук растет 40 сантиметров в день, если сравнивать свойства бамбука и баоба, они совершенно разные, и вот тут я поняла, почему у меня не набирается народ, у меня внутри препятствия, я сама себя сравниваю с Константином, сравниваю с создателем той технологии, которой я ездила учиться, и, конечно же, сравнение не в мою пользу, но вдруг я начала сравнивать и объединять, да, я иду в этом направлении, я иду позже все, ну, как бы у них, но это мой путь, и у меня будет свой успех, в плане тренерства, ну, тем более, я уже тренером других технологий на тот момент была, зачем я сравниваю, это два мужчины, у них борода, так ведь, да, и они мужчины по, как бы, своему гендеру, а я женщина, у меня будет другая аудитория, у меня будет другая подача, я уже убедилась, будучи ассистентом, что люди говорят прям, что они приехали ко мне на тренинг, хотя они ехали к Константину, но и ко мне тоже, я это уже слышала, и тогда у меня вот эти сомнения в сравнении упали, и набрался тренинг, практически около 80 человек с лишним было на тренинг, представляете, по тем временам, вот такая вот интересная вещь, вот одна карта, и она таким образом открыла совершенно новые горизонты, и таких карт, на самом деле, очень много, и прорабатывают они очень много, и сейчас, чтобы вы, ой, пятый шаг, да, я пропустила, а значит, пятый шаг, вот, это повышение уровня энергии, дело в том, что если вы не зальете топливо в свой бак, вот даже, зная свое предназначение, к нему очень сложно идти, и тут вопрос, да, лягте и лежите на пути к своей цели, он не работает, ребята, тогда ползите, ползите хотя бы, вот, сил, насколько это вам возможно, потому что просто лежать не будет результата, однозначно, нужно действовать, и, собственно говоря, ресурс, он также в метафорических картах дается, и вот представьте себя, что у вас закачали энергию, ну там, в четыре, в десять раз больше, больше ли вы сможете сделать? Однозначно больше, я думаю, что это фризиторический вопрос, так ведь, да, вот, но самое интересное, что у некоторых людей, если накачать энергию, эта энергия во благо не пойдет, и вы даже знаете таких людей, говорите, ее по энергию до мирных целях, слышали про такое? Слышали? Так вот, почему? Потому что человек, энергией обладая, направляет ее не в ту сторону, понимаете, потому что если в ту сторону, так бы про человека не говорили, вот такая интересная штука, и в результате ресурс, который мы берем на метафорических картах, он очень мягкий, он очень гармоничный, и очень радостный, и вот сейчас мы вас познакомим с колодой мурчастия, и вот точно так же выберите одну из девяти карточек, и это будет ресурс для того, чтобы вы лучше слышали душу, и лучше слышали свое предназначение, и поэтому прямо сейчас, вот выбрали карту, посмотрите, о чем говорит эта карта, карта вашего ресурса, ну точно так же, раздвиньте, увеличьте, я вот постараюсь сейчас побольше сделать, насколько это возможно, вот, о чем, о каком ресурсе здесь идет речь, посмотрите, пожалуйста, напишите, ой, я ускалькала, все четвертый, да, вот сюда, и знаете еще, ребята, очень интересная вещь, что вот одно дело, когда мы вам просто показываем вот эти девять карт, ну, разных колод, но это девять, вот когда вся колода, их много оказывается в ваших руках, ваши ресурсы, они во многие разы увеличиваются, и вот когда мы будем делать на мастер-классе проработку предназначения, здесь мы с вами как бы играем, там мы будем немножко делать по-другому, там будем глубже погружаться в тему, а здесь в легкую сейчас, хотя бы хоть что-то, чтобы вы почувствовали, а какое значение карты девять, Галина, вот как раз мы говорили о том, что у этих карт нет значений, они достают из вот глубины вашего айсберга, из вот этого подсознания, то, что нужно вам, и у каждого из вас будет свое, на одну ту же карту, вы вытащите каждый свой ресурс, абсолютно разный, у каждого свой. И неспроста здесь кошки, неспроста здесь нарисованы в таком, как будто мелком нарисованном стиле, то есть это сделано специально, с определенным психологическим подтекстом, потому что данные изображения, они возвращают нас к детству, и в детском возрасте гораздо проще воспринимать эти состояния, считывать и забирать для себя как ресурс. Мне нужны инструменты, как тут Елена Тарасенкова написала, ну, метафорические карты как раз сам себе инструмент. Про грабли, посмотрите, этот котик на грабли не наступает, он видит все грабли, у него путь, а свои грабли аккуратненько собрал в рюкзачок и идет. И что такой человек может сделать с таким опытом? Он выявил ресурсы в своем опыте, и такой человек сможет ресурсы эти и другому человеку помочь выявлять. Но это моя интерпретация карты, у вас может быть интерпретация совершенно другая. В свое время одна из клиентов, девушка, мы с ней прорабатывали определенные вопросы, и в конце вытащили эту карту ресурса. Одну из карт, где колбаса нарисована, вторая верхняя карта, там котик у него вокруг такой, как солнышко из сосисок, и она вытащила, сначала говорит, не понимаю, но говорит, какая-то прибыль, какой-то доход, какое-то увеличение, и сама не поняла, сказала, и сидит задумчивая. Ну я говорю, принимай для себя этот ресурс. Она приняла, ушла, на следующий день, и через неделю позвонила, сообщила о том, что на том месте, где она работает, удалось продать тот товар, который не продавался месяцами, чуть ли не годами, и он ушел за эту неделю, прям махом, и они получили большую-большую прибыль. Вот каким образом эти ресурсы устраиваются. Ребята, вам пока сложновато смотреть на эти карты, они маленькие, да, вот спрашивают в центре эта карта, что там кувшин разбит или нет. Нет, ребята, это котик лежит, здесь, как ее, кувшин, на нем сметана, и котик тоже перепачкан сметаной, и вот здесь на полу сметана, и он счастлив. И там еще еда, по-моему, или что-то такое. То есть вот надо рассматривать, карты в реалии. Тут, конечно, они мелкие, в этом есть сложность. Хорошо. И теперь мы вам, вот как тот портал, которые, эти карты так и называются, порталы, у нас есть вот проход через метафорические карты в том подсознании еще более глубже. И если, допустим, те карты каждый человек, хоть как-то опираясь, может интерпретировать, ну, в аспекте того, что там нарисовано, вот на этих картах, они, ну, как раз предназначены для того, чтобы вы действительно встретились своим подсознанием. И здесь уже точно нет никаких определений, котиков и так далее. Здесь только вы и ваше подсознание. И сейчас выбрали, наверное, номер карты для себя, да, с первой по девятую, и посмотрите на эту картинку. О чем она для вас? Видите? То есть какой ресурс вы можете взять уже здесь, сейчас для реализации своего предназначения, реализации своего пути? Да. О чем эта карта для вас? Посмотрите. У них тоже двигаются. Я знаю, я специально делаю хоть чуть-чуть побольше, чтобы было. Вот мне интересно, какие эмоции будут вызывать у вас эти карты. Напишите. Это уже вообще уровень определенной сложности, но мы рискнули. И решили, что в общем большая часть из вас и отсюда возьмет ресурс. Но на самом деле, даже если вы не знаете, в чем фишка и прелесть этих карт, даже если вы не опознали этот ресурс, бессознательно этот ресурс буквально всасывает. И когда ты смотришь, как клиент смотрит на эти картинки, он просто замолкает, и карта его не отпускает, он как бы туда улетает. И вот он смотрит, 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 потом говорит, отпустила, вылетел, но вылетел такой наполненный. И он уже смотрит радостно и говорит, а ситуация-то поменялась. Нежность и женственность. Супер. Радость и веселье. Про котиков, ребята, не надо, что там. Какие эмоции вы чувствуете от этой картинки? Вылезла из болота на чисто высокий берег. Супер. Прекрасно. Ребята, не надо понимать здесь. Ещё раз. Смотрите. Я не понимаю. Вот это блокировка эго. Что я чувствую? Вот это проход к эмоциям. Не надо понимать. Какие у вас первые мысли, ощущения возникают? Какие картины вы видите, глядя на эту карту? Какие состояния возникают у вас? Может быть, какое-то воспоминание из прошлого? Может быть, это музыка? Может быть, это вкус чего-то? Может быть, это образ? Ощущения. У всех просто по-разному, в зависимости от канала вашего. Потом газобили, собрать свое гнездо, свобода. Вот. Большинство, в общем-то, получается увидеть здесь. Но ещё раз. Даже если вы, как вы написали, не поняли, глазки-то ваши зафиксировали эту картинку и взяли то состояние. И вот удивительно, как это работает. Но это работает. Дело в том, что метафорических карт на самом деле очень много. На данный момент я даже затрудняюсь их количество назвать. Но эти карты были созданы специально, эти колоды, Константином Довлатовым для работы в школе коучинга. И они созданы, исходя из психологических особенностей человека, исходя именно из того, как вообще функционирует наш мозг. И, допустим, есть колода Альтер-Эго, в которой рисунки, ой, да, изображения людей нарисованы. И они заложены там 5-6 эмоций. То есть вот специально сделано таким образом 5-6 эмоций. И в зависимости от того, как человек к ситуации относится, он ту или иную эмоцию именно видит. Вот она как калейдоскоп сделана. Вот такая интересная штука. Вот. А смотрите, у кого-то возникают неприятные ощущения. Это говорит о том, что этот ресурс временно может быть вам заблокирован. И у вас стоят какие-то рамки, которые не дают вам этому ресурсу раскрыться. Потому что в одной и той же карте человек видит по-разному. Смотрите, про ресурс как раз, когда неприятное, я же вам говорила, что вот в этой подсознательной части внизу может скрываться всякое-всякое добро и в первую очередь важные части, которые вы не принимаете. И поэтому от этого тяжесть, от этого непринятие, осуждение, ну и так далее, да. Вот много чего, у каждого своя тема. В результате вот таким образом, особенно через слезы, вы выпускаете эту эмоцию. И когда вы даже пишете, что непринятие, раздражение и так далее, это тоже ресурс. Нет у нас плохих или хороших эмоций. У нас есть эмоции недопрожитые и невыпущенные. И когда вы эту эмоцию выпускаете, она перестает вот как раз занимать ту энергию, то пространство, которое нужно вам для реализации движения вперед. Вот таким вот образом. Вот смотрите, именно опять, ну совсем непонятно, что это может означать. Оно ничего не должно означать. Самая суть, какую эмоцию она вызывает. Вот у вас эмоции, непонимания, эмоции, даже ощущения, возможно, непонимания, ступора, что делать. Вот таким вот образом. И вот так у нас устроена психика, что она, сталкиваясь с жизненными, сложными ситуациями, которые нам необходимо решать для развития своей души, наша психика делает так, что она делает непонятна эта картина, непонятна для решения. И мы откладываем ее в дальний уголок и придумываем какие-нибудь простые дела для того, чтобы временно не думать об этом. Вот зачастую самый такой, наверное, распространенный пример, когда надо готовиться к экзаменам или к чему-то такому подобному. Сколько из нас шло людей мыть полы, надраивать квартиру, убирать вещи с таким энтузиазмом, которого раньше не было. То есть психика пытается таким образом оттянуть этот момент решения этого вопроса. А так этот вопрос все равно необходимо решать. и в зависимости от того, насколько далеко и насколько глубоко вы его засовываете, тем сильнее потом может прилететь обратный ответ от инерции, от того, что она вернется к вам в любом случае, потому что это ваш вопрос, который требует обязательного разрешения. И по сути, мы когда с вами убираем это в дальний угол, нам ведь это надо удержать там, чтобы оно не всплывало, и туда уходит наша энергия, причем в колоссальном объеме. А вместо того, чтобы взять эту энергию и решить этот вопрос, и получить удвоение, утроение энергии от того, что ты молодец, что ты смог, ты решил этот вопрос, и пойти дальше, мы тратим ее на то, чтобы удержать эту задачу, эту ситуацию от себя подальше. А вот сейчас давайте посмотрим на то, как изменится ваша ситуация, если я опять поставлю картинки ресурса котиков, вот теперь сами себе выберите любую картинку, которая вам нравится. Вот вы получили, особенно у кого получился, скажем так, опыт вскрывания боли своей какой-то, вот сейчас выберите картинку, которая вам нравится, и напишите, что было непонимание, а я взяла вот это, допустим, способность там что-то делать, да, вот, и посмотрите, как меняется состояние в теле, вот интересно, напишите, пожалуйста, да, выбирайте любую сейчас, какая вам нравится, и напишите. Классно, вот смотрите, да, посмотрели на какие-то картинки, и пишут, как будто меня продавило, я не знаю, куда двигаться, хорошо предназначение, да, вот, а вы тут о предназначении, о деньгах, о том и сё, а предназначение давит, так тяжело, правильно, инструментов-то нет для работы с предназначением, и как ты туда пойдёшь, и как ты будешь копать, а видимо, да, оно много, играет третье, хочу расти, и на Иля Галимову, супер, как изменилось, вот на Иля, а как теперь изменилось ваше состояние, Лисан, посмотри, ладно, на Иля нам пишет или нет. Лариса вчера вытянула эту карту, это был страх, и сегодня стремление. Да, Лариса, абсолютно верно, вот так и меняется состояние, я уже это выбирала, и сто процентов моё, и на Испенка, супер, и вот когда вот такой ресурс, он входит буквально в тело, он помогает стоять на ногах, помогает делать то, что раньше, на что энергии раньше не было делать. В третьей картинке появились новые идеи, Людмила, супер, прекрасно, тут интереснее было бы, если выбирались порталов, вот кто, то же самое там, точно так же в порталах выбрали что-то, убедилась в том, что я на правильном пути, тут же оставлю, Ирина пишет, я хочу вырваться, откуда Наталья пишет, супер, значит, теперь Наталья, нужно о себе записать, из чего же вы хотите вырваться, и вот все, и пошло движение, видите, вот так работают карты, Наталья, было два, все в моих руках, три подтвердила, что делаю все правильно, развиваюсь, Наталья, ну прекрасно, ну вот смотрите, супер, да, вот пошел подъем энергии, стартовать как ракета, странный ресурс, уничтожить недорожелатель, но тоже загорается энтузиазм, в любви, и кончу, ну, можно дальше пойти трансформировать, зачем свою энергию тратить на то, чтобы кого-то уничтожать, когда можно что-то созидать, и можно вернуться тогда к порталам, посмотреть там, на эту тему, и все, была пятая, выбрала шестая, а самое главное, вот, карта Галина пишет, пропали сомнения, есть желание идти вперед, девять, я иду не одна, с друзьями, все, вы поняли, ребят, как работают метафорические карты, вот тут же выцепили, за что-то зацепились, тут же что сделали, поставили себе ресурс, и все, и у вас энергия пошла другая, а если энергия пошла другая, вы пойдете совершенно к другим вещам, что вам еще может помочь в этом? Выше 68. А, не этот, да? Вот это. Итак, как повысить свой уровень энергии, ребят, банальные вещи, мы всегда пьем воду, мы об этом вам говорим, хорошо, щелочную, сами найдете какой там водно-солевой баланс, чтобы поддерживался, а иначе, когда мы работаем, особенно со своими, вот, скажем так, проблемами, психиками, да, скажем так, как говорят их обычные люди, в голове есть то, что цепляет, и это обязательно есть в теле, и когда в голове отпускают, отпускаются в теле, отпустился в теле спазм, выходят шлаки, токсины, и любая психологическая практика, поэтому нужна вода, чтобы выводить вот эту грязь из организма, нагрузка физическая обязательно должна быть, вот просто наши митохондрии, которые в клетках находятся, они должны обновляться, если у нас нет вот этой вот двигательной нагрузки, они просто начинают, ну, условно, массово отмирать, если они начнут массово отмирать, их очень сложно и практически невозможно вернуть, поэтому не засиживайтесь, вот стоячие болота, да, всегда не очень хорошо пахнет, поэтому антипаразитарная программа, очищение токсинов, грибов, поскольку они привносят на свои программы, это 100% доказано, от поменьше сладкого, мучного, а может даже кому-то вообще хорошо отказаться, круг, побольше животных, растительных жиров, и простить себя за все, вот это дает шикарный подъем энергии, можно ли все это сделать на метафорических картах, насчет простить себя, конечно же можно, итак, итоги, мы с вами разобрали 5 шагов, которые помогут вам понять свое предназначение, которые помогут вам обрести финансовую стабильность, которые вам могут поднять ваш финансовый доход, в том числе, и не только, то есть и туда и отношения, улучшение отношений, улучшение здоровья, но эти шаги, они настолько универсальны, что помогают прорабатывать себя в любых сферах, итак, первое, знакомимся с собой, изучаем свою натальную карту, и другие методы, если брать наши методики, которые присутствуют, то духовная интеграционика, как раз позволяет, вот эти другие методы, позволяет познакомиться с самим собой, вообще многогранно, то есть увидеть все свои грани, и увидеть их настолько ярко, настолько интересно, настолько по-новому звучать, что даже кажется, вау, как так, как такой человек уживается во мне, а вот так, а мы зачастую даже не знаем самих себя, итак, второе, найти свое место в роду, понять, какие задачи наши, какие не наши, и перестать нести лояльности, которые нас тянут вниз, третье, понять себя и свои желания, у многих этот проблем, как уже мы говорили, у многих с этим большие проблемы, многие не знают, чего хотят, хотя уже многим далеко не 5, не 10 лет, а все с этим сталкиваются, а тем не менее, желания как раз способны поднимать энергетический уровень, поэтому вот отслеживайте, что-то хочу, поднялось энергию, делайте, и у многих даже такая бывает проблема, что даже нет желаний, и вот это есть хорошо, надо разбудить, надо мечтать, надо желать, и когда мы начинаем это запускать энергию, даже зачастую случается так, что это все начинает реализовываться. В результате нужно обязательно заняться границами и повышать уровень энергии, ну вот такие вот 5 шагов, которые вам как раз позволят точно слышать голос души, но это все бесполезно, если, собственно говоря, у вас есть очень глубинные травмы детства и травмы души, и если через эти этапы не пройти их, не убрать, то без контакта, вот как бы без этого момента контакт с душой будет очень сложно понимать предназначение, потому что будет очень мощная блокировка. Ну в частности, допустим, душу достаточно часто с Богом ассоциировать, сейчас я скажу, ассоциировать с Богом, а если у вас были проблемы, допустим, с родителями, то есть родители ругались там как-то, ну скажем так, ушел из семьи, папа, мама очень плохо отзывалась, ребенок что делает, он считает, что мама с папой боги, боги как бы не могут быть плохие, и вот из-за того, что он не ел кашу условно, все случилось, и он настолько плохой, что он не достоин любви этих богов, вот хотите, верьте, хотите нет, детская психика нам подвертывают вот такие вот истории, и это не одна история клиента прошла перед нашими глазами, это на самом деле отодвигает нас от как раз реализации нашего предназначения и понимания вообще связи с душой, идет мощная блокировка, мощное вот это неверие, помните, то, что понижает неверение, скептицизм, отсутствие как бы опоры, что опираться на кого нельзя, ну и так далее, и так далее, и эти моменты тоже можно все проработаны на метафорических картах, вот, и если осознать, что предназначение, задача у нас очень огромная такая, то мы начинаем двигаться по нему, будет ли там какие-то усилия нужно предлагать, как мы говорили, да, и очень часто, говорит, я не пойду, и все, человек тормозит, и вот в ваших руках в таком случае как раз стоит задача в том, чтобы найти эти моменты, эти аспекты блокировки и убрать их, то есть вы когда будете принимать усилия, определенные шаг за шагом идти, раскрывать свой потенциал, то вы будете расти, вы будете настолько меняться, что я вот вижу некоторые фамилии, знакомые здесь, ребят, подтвердите, это так напишите, ну, можете это так написать, да, можете там, карты, метафорические карты, там, супер написать или что-то такое, и вот наши инструменты, они 100% помогают менять жизнь свою, своего окружения, людей, которые к вам обращаются, и ты действительно постепенно начинаешь разворачиваться, находить свою драпинку и идти по пути души, вот, и, собственно, духовное развитие, о котором, я не помню, девушку как зовут, можно ли найти с метафорическим картам духовное предназначение, да, даже есть такая практика, которая называется путь души, и она настолько потрясающе верная, она настолько потрясающе прогностичная, ее круто можно прорабатывать вот такие аспекты в своей жизни, пулевые, скажем так, что, ну, это шикарный инструмент для работы с собой, и она просто воздевает вот такой восторг и эйфорию от того, что ты знаешь, такие вещи крутые, можешь ими пользоваться, вот, насчет игнорирования предназначения, вот некоторые писали, насчет болезней, друзья, болезни не всегда есть кнут, как бы, в вопросах мироздания, иногда мы осознанно, то есть душой, да, тело-то говорит, не-не-не, я говорю, ты что это такое, я не хочу болеть, но иногда через душу мы берем и болезни рода на себя, и через эту боль, через проживание, то есть проходим определенные вехи этапа развития, то есть забираем иногда прям с очень большого количества своих потомков, потом какие-то боли, проблемы, и это все можно увидеть тоже на метафорических картах, а есть такое, что когда ты проработал какую-то вещь, которую можно проработать, то то, что не уходило годами, там лечение, оно раз и в один момент просто уходит, вот, и если для вас очень актуален как раз этот путь души, и вопросы предназначения, если вам действительно очень плохо, я просто приглашаю вас на мастер-класс, где мы с вами как раз поработаем с метафорическими картами, уже более глубоко, более серьезно, вы поймете, что такое душа вообще, откуда ноги растут у души, да, что такое дух, что такое Бог, в конце концов, как вот понять душу, как понять ее желание, как вообще согласовать все это, и тело, и разум наш, и эго наш, и душу нашу, и наш дух, да, чтобы они вот в едином направлении смотрели, и как вот вообще признать весь тот сложный опыт, который вы получили, ведь там много ценностей, как эти ценности научиться вытаскивать, то есть вот, ну, вот как выходить на связь с Высшим Я, этот, этот, этот дар, эта способность, ино дорогого стоит, потому что, если вы будете пребывать в постоянном контакте с Высшим Я, вас ничто не сможет разбить, ни ваше сердце, ни вашу душу, вы будете очень мудрым человеком, и вот, если, говорит, умный всегда знает, как не попасть в ситуацию, которая попадает дураке, да, такое, то мудрый знает, как вообще в эти ситуации не попадать, и вот мудрость, наверное, будет заключаться в том, что Вы ее будете транслировать в пространство, и просто эти ситуации для Вашего обучения, они будут создаваться чисто в поле метафорических карт, как вот Вы проработали сами с собой, или с человеком, да, с клиентом, и этот опыт становится Вашим. В результате можно будет как раз разобраться, как Ваше эго, как Ваши страхи, как Ваше, вот, скажем так, вот это Я, оно Вас одновременно, ну, как бы защищает от боли, очевидно, которая к Вам кажется, может, в некоторых случаях, и как именно эго мешает Вам уплощать те замыслы души, ради которых Вы пришли. А каждый из Вас настолько совершенен, каждый из Вас настолько талантлив, что если Вы явите миру свои таланты, то жизнь однозначно не будет прежней, такой, какой вот была. И вот люди здесь писали, что их жизнь за год примерно меняется, это правда. Да, вот ребята написали. Ответы, да. Так, как же путь найти? Вот, ну, я как говорила, нужно еще отличать свой голос души от голосов ума эго, это тоже возможно, наполненность жизни возвращается при этом. Ну, и состояние медитации тоже, в общем-то, не каждый умеет, чтобы свою душу слышали. И вот этими вопросами на метафорических картах мы будем с Вами работать и смотреть, как это вообще получается. у Вас как бы будет возможность неоднократно к этому вопросу возвращаться. Почему? Потому что, как я уже говорила, мы можем, ну, Вы покупаете мастер-класс, просто участвуйте в нем, потом у Вас остается запись этого мастер-класса, и, соответственно, Вы можете к этим вопросам регулярно возвращаться. И не скажу, что по вопросу, может быть, предназначение души надо часто возвращаться, потому что для, это все-таки какие-то такие масштабные картинки, стратегическая такая картина, да, но поначалу часто, а потом Вы будете так или иначе регулярно возвращаться к этой теме, а возможно уже и сами овладеете очень многими методами, но тем не менее в групповом формате этот мастер-класс даст Вам очень серьезную поддержку, особенно в сложных ситуациях, когда вот, что называется, голос в душе будет молчать, и почему? Просто страхи понижают по вибрациям, энергия падает, и Вы один не знаете, как с этим справляться. Взяли мастер-класс, прослушали, проработали на метафорических картах этих аспектов, и все, энергия появилась, и картинка совсем другая. Сейчас я Вам тоже метафору приведу. Вот смотрите, если Вы заблудились большой группой какой-то там в лесу, и не видите, как выйти из него, лес большой, огромный, непонятно куда идти, то есть, если Вы находите самое высокое дерево в лесу, приходите туда, и кто-то, смельчак, забирается наверх на дерево, и он в результате видит, в каком направлении можно выйти. Вы же не будете говорить, о, он провидец, он там чудотворец, или еще он, с ним там что-то. Нет, он что-то сделал, чтобы что? Иметь лучший обзор. И вот точно так же Вы при помощи метафорических карт будете в качестве души, как бы вот это дерево высокое, использовать свою душу, взбираться на более высокий уровень, и видеть путь, по которому можно выйти из тех ситуаций, которые у Вас остались. Вот, собственно говоря, это та вещь, которую мы сегодня с Вами хотели поделиться. Три инсайда, три ценности, если Вы напишите, это будет здорово, это Вы зафиналите для себя. Ратификация. Да, ратификация этого такого рода. Ратификация – это признание в себе каких-то моментов, постулатов, которые Вы получили, и благодаря им в Вас поселятся вот эти качества, эти способности, и Вы сможете ими в дальнейшем пользоваться, потому что есть такая штука, которая называется интеграция. Если вот эту через ратификацию интеграцию не делаешь, оно как бы, ну да, просидел, вроде что-то полезное узнал про себя, но оно не устаканилось, Вас не проросло. И вот если Вы напишите, да, вот Вы уже сами начали писать, насколько, да, это здорово, значит, Вам сейчас написать три ценности вообще не составит сложности. и поэтому мы приглашаем Вас на мастер-класс «Как найти свой путь в жизни». На мастер-классе, как мы уже говорили, да, еще раз, мы будем говорить про энергию, мы будем говорить про мотивацию для собственных желаний, понимать эти собственные желания, мы будем на картах смотреть, как находить себе ресурсы, чтобы преодолевать эти трудные жизненные ситуации. Ну и поддержку Высшего я тоже с Вами обретем. В результате еще можно посмотреть на тех же картах, в каких сферах там Вас ждет удача, куда на данный момент Ваше внутреннее я, наше тело, Ваше эго вот направлены и где как бы можно действительно начинать себя реализовывать. А также сможете посмотреть на свои сильные стороны, на которые можно опираться, чтобы обретать успех в любой сфере, в которой бы Вы не захотели. Следующее, это Вы проработаете блоки, это заряды, травмы, которые мешают Вам реализовывать на себя на все 100%. Это вот мы говорили о лояльностях, о каких-то ситуациях, связанных с родом, о чем-то, о том, что из прошлых жизней идет. Вот это как раз-таки тут прорабатывается. И ощутите, конечно, насколько сильна поддержка и как точно в цель попадают метафорические карты, что даже иногда кажется, что это действительно волшебство. И это еще не все. Мы Вам еще кое-какие предложения сейчас предложим для того, чтобы у Вас были как бы возможности для того, чтобы реализовывать свое предназначение в том числе. А сейчас немножечко про отзывы. Вот когда мы проводим такие мастер-классы, люди делятся, да, после... Такой темы, естественно, не было. Это про другие темы. Вот. День прошел на одном дыхании, колоссальный объем информации, все по делу. Теперь надо усвоить, разложить по полочкам, начинать действовать, волна позитива захлестывает. Молодцы. Счастье. Ты дома, а тебе подали все вкусное на блюдечке. Теперь бери и делай. Нижайший поклон, кто придумал такую форму работы. Да, на мастер-классе предстоит примерно 3-4 часа, но в зависимости от того количества людей, интенсивности, прохождения материала, усвоения. Вот. Получите очень большой материал. И самое главное, как я говорила, можно будет к нему возвращаться. И еще Ольга вот пишет. Огромная благодарность за полезные практики. Все дело очень понравилось. Результаты были. Ощущение, будто в другой жизни была. Не хотела возвращаться из поля любви. Я вас люблю. Ну и еще один отзыв. Мастер-класс помог прояснить, осознать некоторые моменты. Ваше поле, как всегда, бесподобно. Проработала несколько страхов, препятствий по ходу вебинара по выданным техникам. Спасибо. Здорово. Сейчас нет усталости. Наталья Кушнарева. Вот такие вот вещи. Еще кто хочет не только одним мастер-классом ограничиться, а кто действительно хочет серьезно овладеть картами, осознать, вообще что же за этот инструмент. Всего-то 12 занятий. На первом блоке, базовом модуле. Конечно, хорошо и продвинуто сразу взять, но вот на базовом модуле даже будет достаточно для того, чтобы вы уже смогли начать работать с людьми. О чем он, этот пул-курс? Это технология управления качеством жизни. Шаблоны меняются, изменяются вообще ваши реакции. То есть универсальность там еще такая. Да, метафорические карты, они подходят буквально к любой области, к любой сфере, которую вы бы не взяли. То есть это проработка личных отношений, проработка финансов, любого характера, любые вопросы возможно решить с помощью метафорических карт. Это психологические травмы любого характера, это устранение препятствий любого рода. А также работа глубинная с родом, тенью и болезнями. Там работа действительно очень серьезная, очень глубокая. И она в большей степени, конечно же, изучается на более продвинутых уровнях. Но какие-то аспекты даются и на базовом уровне. Вы по-новому совершенно будете смотреть на ситуации, ресурсы будут открываться. И вот с удивлением вы будете окунаться в те ситуации детства, в которых совершенно, ну сейчас нам кажется, невинными словами был пресечен этот поток любви. Этот ресурс ваш заблокирован. И сейчас-то для вас, взрослого, в общем-то, казалось бы, это слово ни о чем не значит, но эмоции будут. Почему? Потому что тогда вот как раз возник вот этот затор. Эта эмоция вытечет. И наконец вот обида, вот эта детская, вот эта вот, ну какая-то нереализованность, да, ваша, она уйдет. В результате вы откроетесь совершенно новым человеком. А также метафорические карты позволяют вам устраивать новые стратегии поведения. То есть условно, если в вашей жизни вы привыкли, когда на вас огрызаются, огрызаться в ответ, вы научитесь взаимодействовать с этими людьми по-другому. Может быть, даже сделать так, чтобы они не огрызались, чтобы они нормально могли с вами разговаривать, чтобы вы могли нормально коммуницировать с другими. К вам, по отношению к вам было такое же нормальное отношение. Инна спрашивает, чтобы пользоваться картой, обязательно проходите обучение. В ней есть инструкции, можно их просто купить. Инна, можно их просто купить. Но я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, что их покупают, картинки посмотрели, один-два раза отложили, поиграли, и все на этом. А между тем, это волшебный ключик в вашу душу. И мы как раз об этом в начале вебинара говорили, о том, что у нас много знаний, навыков, которые мы приобретаем в этой жизни, а они у нас лежат отложены. Так вот, поэтому не оставляйте просто карты лежать на полочке, используйте, обучайте. А для тех, кто проходит обучение на путь к себе, мы сейчас расскажем, что там происходит. вот МАК, метафорически астанативные карты. Какие вопросы способны решать? Сейчас об этом еще поговорим. Дело в том, что обучение проходит онлайн. Никуда ехать не надо. Все, вот в телефоне, я бы сказала, можно прослушивать уроки, но там экран маленький. И вы убедились, что когда 9 карт, их плохо видно. А если плохо видно, детали, но эффективность не та. Поэтому... Это только те, в полу небольшие компьютеры. Я не про компьютеры, я про телефоны говорю. А вот компьютер нужно, чтобы достаточно большой экран был, чтобы можно было разместить. И тогда вы почувствуете, как же, две большие разницы. Условно, вот такая малюсенькая картинка, и вот такая вот большая, в полный, что называется, формат. и онлайн проходит, вам присылают урок, вы его прослушиваете, вы смотрите сессию, причем не одну, несколько сессий смотрите, как проводят. Более того, вы в чате, с людьми, которые проходят этот курс, вы можете всегда задать вопрос. У вас есть прекрасные кураторы, которые отвечают на эти вопросы. В результате, благодаря этому, вы погружаетесь в такие серьезные темы, как работа с родовой системой, с лояльностями, с переплетениями, отпускание ушедших, родовые сценарии. Смотрите, потому что бедность передается по наследству, водовство может передаваться по наследству, пьянство, алкоголизм, наркомания и так далее. Все эти вопросы тоже, несчастные браки, измены и так далее, и так далее. Бездетность, это все передается вот по родовым сценариям очень хорошо. И вы его можете находить, находить именно начало сценария, его исцелять. И это достаточно несложно, а очень увлекательно, очень интересно, полезно, потому что, ну, буквально, как волшебство воспринимается, но самое главное, это результативно, потрясающе результативно. Поругались, вот, вот пока по свежим, что называется, следам, с кем, ну, не дай бог, да, ну, всякое бывает в жизни. Разложили эти картинки, хотите онлайн, при этом смотрите, если вы живете в какой-то глухой деревне, скажете, а где клиентов возьму? Да вот, интернет полон клиентов, полно. Если вы начнете делиться с людьми, люди придут, и вживую тоже самое люди придут, и в любой деревне, если вы полюбите, а вы обязательно полюбите, потому что это, ну, это вот волшебство, это наше детство, это наше внутреннее ребенок, о котором как раз на метафорических картах, вы знаете, через которого просыпается творчество, таланты, сексуальность, умение наслаждаться любовью, в том числе, просыпается вот через этого ребенка, это все открывается в метафорических картах, это все побочные какие-то эффекты такие. Итак, что же такое онлайн-курс «Пусть к себе»? Он состоит из четырех уровней, первый уровень – это начальный, потом идет продвинутый, мастерский и тренерский. Начинаете вы с начального уровня, где раскрывается само понятие, что такое карты, откуда они возникли, как с ними работать, знакомство идет с картами, и начинается проработка, проработка глубины, дальше мы с вами посмотрим, какие темы затрагивает каждый, вот начальный уровень. Работа с метафорой, работа с отношениями, с денежным потоком, с травмой, поиск решений, условно… Травма, причем, ребята, это не значит, что взяли руку сломали, а травма в основном психологически, да, с этим, с рукой тоже. Например, человек ушел из вашей жизни, не справились с каким-то там… Несчастная любовь, предательство, денег он дал, это масса, любая психологическая ситуация, с которой вы не справились, которая вот откликается, аукается и больно вспоминается, это вот травма. Решение, да, «Царь горы» – это отдельная прекрасная технология, которая очень быстро убирает вот эти вот заряды к мужу, к детям, к свекрови, к тёще и так далее. Причем, просто картинки разложил, а тёща приходит и говорит, какой ты у меня замечательный зять. Реальные, ребята, вещи. Ты поиграл условно в карточки, подвигал их там на компьютере, неважно, живые, да, ещё лучше, если у тебя есть, дублируется. Вот потрясающе, как это работает. Люди говорят, как оно так бывает? При этом мы обязательно говорим, выключайте телефоны, обязательно выключайте во время работы телефоны. И вот выплывает какая-то тётя, там, 30-я, которая, в общем-то, сделала не очень хорошо в семье что-то, идёт разговор про неё, включает клиент телефон, и эта тётя тут же звонит. И при этом спрашиваешь, а чё? А чё ты давно тебе не звонил? То есть ни о чём. Поле чувствуют люди, идёт работа. Муж, я не говорю там про мужей, про жёных, про детей, которые названивают вам. Ты где была? 110 пропущенных звонков. Как? Я же тебе говорила, что я пошла туда-то. Да вот. А ты чё звонишь? Не знаю. Вот это вот сплошь и рядом. Поэтому вот эти все вопросы, работы там с болезнями, они очень серьёзные, они очень глубокие, и самое главное, как я говорила, результативные. Следующий уровень, условно второй, это продвинутый уровень. Тут уже вообще круто получается. Да, это расширенная методика работы с метафорическими картами, которая позволяет вам прорабатывать вопросы, которые касаемы вашей глубинной личности и простраивания стратегии в дальнейшие годы. И там вы знакомитесь, как раз написано, для работы с психологическими блоками 16, их на самом деле даже 25. И там такие глубинные вещи, о которых мы зачастую даже и не знаем, многие о них даже и не слышали. И как раз-таки там таятся все эти вопросы. Почему так со мной происходит? Почему это в моей жизни присутствует? А мы ответы не находим. А вот здесь вы можете как раз этот ответ найти. Да, причём легко. Курс доступен в личном кабинете. Он выглядит так. Там тема уроков. Нажимаете, слушаете, выполняете домашние задания, получаете обратную связь. Вот, допустим, урок прояснения метафоры. Что это такое? Выполняете, слушаете, как правильно выполнить задание. Открываете сессионную комнату. То есть вам даже не надо покупать метафорических карт. В сессионной комнате, вот как раз она выглядит вот так вот. Вот колоды карт. Здесь вот все есть возможность выбрать. Очень просто. Вы выбираете. Обучение, естественно, есть, как ими пользоваться. И начинаете там передвигать эти картинки, описывать их, увеличивать, переворачивать. Ну, всё, что хотите. Всё для вас приготовлено. В парах идёт сессия. Сначала вы в роли клиента на себе отрабатываете, а потом уже вы специалист. Вы коуч, который овладевает этой технологией. То есть это обязательно. Почему? Так вы глубже погружаетесь в тему. Так вы её прямо изучаете. А если у вас ещё будут живые карты, вы потом пошли и кому-нибудь её провели. Эту сессию с соседем, там, друзьям. Лучше не с родных начинать. Если у вас не очень хорошие отношения. Если хорошие, то можно и сразу. Вот. Обсессионный комплекс, как я сказала, да. То есть уголки планеты у нас там из Японии обучаются, из Америки, и откуда только не обучаются. Из Бразилии. Вот. То есть это настоящий виртуальный. И клиентов. Потом вы эту комнату можете арендовать. Буквально какие-то там смешные деньги. И проводить фактически сессии, где хотите. Хотите, там будете где жить, там вот и будете проводить. Ну, как я сказала, в парах у вас будет ещё, помимо всего, куратор, который будет обратную связь давать, отвечать на ваши вопросы, помогать. Там 12 колодок. Вот. В сессионной комнате. Они вам одновременно все будут не нужны. Но какие нужны будут, вот, набирайте. Вот, допустим, работа идёт. Видите, выбрали три колоды. Это вот одна и та же, только здесь есть слова и есть изображение. Вот. Очень интересно работать. И карта – это лучшая база тех, кто не привык контактировать с телом. Вот Иван написал. Базовый, запредельный уровень для многих психологов. Это действительно так. В том числе даже специалистов в метафорических и ассоциальных картах. Я знаю, о чём говорю. Просмотрела целую гору курсов и трениров по метафорическим картам. И то, что Довлатова даёт в самом начале – это базовый. Многие не дают и на ВИД курсах. Я на базовом, двигая карты, отработал сотни запросов. Жеребилов Иван – это вообще потрясающий работоспособность и парень. Вместе запартнёровались они с девушкой Еленой на курсе и проработали. Её, по-моему, да. Проработали вместе кучу вопросов. Молодые люди. А потом подружились и даже соединились вместе. Вот такая интересная работа идёт. Сессия занимает 2 часа, потому что 1,5-2 часа. Вообще за час. Но это фанаты были. Это прям прорабатывали себя вдоль и поперёк. Зато рост такой колоссальный. Осознание больше, думаешь, мысли, инсайты. Он ещё владеет духовной интеграционикой. Вот мог сравнить. На картах, даже на базовых, не зависаешь. Простым перемещением карт по столу решаешь вопросы. Карты могут быть лучшей базой для тех, кто не привык контактировать с телом и не доверяет воображению. Особенно базовые методики, которые не требуют использования мускуленного теста или тонкой подстройки клиентов. Там всё просто. Там вот самая, извините, домохозяйка, которая о психологии вообще никогда не слышала, хотя всё время с детьми сталкивается с этим вопросом, решать ей приходится, и с мужем отношения с детьми. А тут всё легко и просто, потому что очень понятно всё дано. На базовом уровне даётся основа, без которой откровенно никуда. Техника дезинцивилизации, это отмена чувствительности к чему-то, не перевариваю свою кровь, допустим. Работа с тенью, лояльность, методы ресурсирования, работа с порталами. Много построено методов, которые просто, но видим, модифицированы. На базовом уровне сотни запросов, сидя каждый вечер по 4 часа с картами. То есть она 2 часа, видимо, сидела с собой, и 2 часа с Иваном. А может и пары другие. Она опытно рабатывала, молодчина. Применяя при этом... То есть смотрите, это о чём говорит. Хотите хоть круглые сутки сидите в комнате и прорабатывайте вопросы. Никто не запретит. Всё зависит лично от вашего времени. Но на самом деле на сессию достаточно минут 40. Час – это край. Это условия тренеров. Это то, что нужно. А дальше они работали на себя, сверх того, что задаётся. Когда новички заканчивают базовый, много кто начинает думать, что он волшебник. И это правда. Действительно, это правда. У человека реально появляется инструмент, который может что-то помочь, что-то решить. Не бегать к друзьям, по врачам, в надежде, что кто-то его выслушает. На самом деле астрологам, различным бабкам и так далее, гаданиям. Хочу истребно поблагодарить куратора за бережное ведение, помощь, прохождение курса. Нина Васильевна очень внимательно относилась к моим вопросам, терпеливо, очень подробно мне разъясняла. Благодаря ей, мне хотелось учиться, учиться дальше, шлифую мастерство. Благодарю, очень рада, что вы были моим куратором. Это как раз о заботе наших кураторов к курсантам, которые проходят курс. Очень хорошо. Мне больше результаты понравились по начальному, мастерскому. Там везде, это и мастерский уровень есть. То есть еще дальше, Александр говорила вам. Это как бы условно третий. Да, третий, а еще четвертый тренерский. Можно тренером стать, обучать этой технологии. Есть интересные техники на этих уровнях. Для меня самая мощная, особенно работа с финансами. Вот кто про деньги хотел, ребята, вот доходите до туда, до денег и узнаете, почему у вас много блокировок. Причем у клиентов, а изменения идут у человека, который работал. Почему? Потому что, когда ты прорабатываешь с кем-то, это обязательно резонирует с тобой. И ты фактически получаешь за это деньги, а прорабатываешь еще при этом и себя. Вот смотрите, как здорово. Елена пишет. Я так благодарю вас за путь в себе, за медкарты. Прошла два курса, изменения уже начались. Много ли нет? Я общалась с сестренкой, поругалась с младшей. А то, что так случилось, что мама всех позвала. Я так комфортно провела время с сестрами. Так было хорошо. Даже сын мне сказал, мама, а ты заметила, что никто не поругался. Я знала, потому что я все проработала на картах. Сказать это чудо, что и равно, что не сказать ничего. Невозможно описать тот полет души, счастья, которые поселились внутри души. Я пишу это письмо, а сердце переполняет радость и слезы, счастье на глазах. Благодарю Константина за курсы, за этот подарок жизни и его команду, что так поддерживала, поддерживала на всем протяжении прохождения курсов. И вообще поддерживаю. Благодарю всех. Иду дальше на пути к себе, к собственному счастью. Ребят, вот 11 лет, я вам говорила, в моей жизни, 11 лет боли, 11 лет переживаний, 11 лет непониманий. Ну за что так я ведь хотела? Как лучше я ничего плохого не сделала? Всего лишь выбрала мужа, с которым хочу жить. И родителям сказала, что я хочу с ним быть. Вот не вмешивайтесь, пожалуйста, в мою жизнь, в мою судьбу. Я буду с ним. Все, я стала плохой только поэтом, что я тогда выбрала. Ну понятно, что там куча зарядов и всего. Их я постепенно, вот как раз на картах, за два месяца. Два, два с половиной месяца, ребята. Вот 11 лет, два с половиной месяца. Буду ли я летать на крыльях? Конечно буду. А какие изменения дальше пошли? Вот уж еще используя духовный интеграционник. Вот это вообще чудеса. Вот. И в этом курсе действительно собрано колоссальное количество знаний. Но при этом, ребята, это не просто знание. Это практика, практика и практика. Это практика вашей личной жизни. Это реальные изменения. Понимаете? Если вы будете ходить просто кому-то на сессии за вот по этим тем, вы отдадите 70-100 тысяч. Ну сколько это стоит? Вам не надо такую сумму платить. Обычно первый уровень и второй стоят 35 тысяч. Нет, это еще плюс бонус мастер-класс. А, еще, да, еще и мастер-класс. То есть смотрите, вы максимальный пакет берете. Два уровня и плюс мастер-класс. Стоит 35 тысяч. Вот таким вот образом. То есть вы сразу попрактикуетесь, а потом пойдете туда. И может действительно станет вашим предназначением. И сегодня мы вам даем вон какую колоссальную скидку 25,490 вместо 35,500. То есть для вас сейчас такая скидка действует. Первый уровень, опять же, если кто не может как бы пойти на все купить, у вас есть возможность приобрести первый уровень за 17,500. Вместе с участием в мастер-классе. С участием в мастер-классе. Ну и, конечно же, специальные предложения за 12,590 вместо 17,500. Это участие на первом уровне плюс мастер-класс. Да, наш, который будет. Вот. Поэтому сейчас у вас есть кнопочка красненькая такая. Если вы нажимаете туда, то вы переходите на эти предложения. Среди нас, наверное, есть кто проходил первый и второй уровни. Если вы хотите купить, приобрести третий или четвертый уровень, то вы создайте заказ и напишите, что вы хотите приобрести такой-то, такой-то уровень. Менеджеры с вами связываются, и вы оформите заказ уже на нужную покупку. А сам мастер-класс стоит 5,500. Соответственно, опять же для нас скидка всегда к три участников вебинара 2,990 вместо 5,500. Это вот то, что я вам рассказывала. Мы будем с вами смотреть на ваши ограничения по пути души, прорабатывать их, прорабатывать эго, смотреть, как их можно подружить, как можно вообще этой практикой пользоваться для решения очень многих своих вопросов. Поэтому, ну вот сейчас для вас спеццена такая. бонус, если вы приобретаете вот эти техники, ой, здесь нам ничего не видно, да, давай мы, наверное, выделим их по-другому, вот так вот. Что-то странно, как-то у нас цвет изменился, вот так будет видней. Так вот, смотрите, если вы покупаете этот бонус, то у вас будут там свои бонусы, посмотрите их, и тогда, ну, как бы, эти бонусы вам еще больше эту тему помогут раскрыть. Вы сейчас спецпредложение нажмете, когда у вас там будет раскрываться очень много. И вот бонусы будут, значит, комплект техник, где скрывается ваш успех, вот, это если вы берете путь к себе, первый уровень, и участие в мастер-классе, то есть вот такой формат, то у вас будет бонус. Нужно оплатить в течение трех дней. Если вы приобретаете путь к себе, первый и продвинутый уровень, то есть начальный и продвинутый уровень, то у вас бонус, соответственно, будет круче. Если вы сейчас заказываете, оплачиваете в течение трех дней, то у вас будет подарок, комплект техник, большие деньги по своим правилам, и где скрывается успех. Он стоит так 7500, соответственно, он пойдет вам в подарок, если вы берете первый и второй модуль обучения на метафорических картах и мастер-класс. Поэтому нажимайте на кнопочку, у вас сейчас есть, вы создаете заказ, заполняете данные, галочки, оплачиваете заказ, в частности, если вдруг сейчас нет возможности, что-то такое, то у вас три дня. Ну и предлагаю вам посмотреть, а если ничего не делать, будет ли лучше? Ну, ответ, наверное, вам уже известен, что, наверное, вот такие инструменты в наше неустойчивое время, неспокойное время, они приносят максимальную пользу для человека в плане того, что он обретает силу и уверенность в себе, не перестает опираться на внешние факторы, опирается на внутреннюю силу, а ее разбудить, это и есть наше предназначение. Поэтому, если даже вам не 20 лет, 90, скажете, зачем мне прорабатывать эти вещи, я вам скажу так, помните, что мы рождаемся в этом теле, да, один раз, но душа наша воплощается постоянно. Если вы опыт достижения не заберете из этой жизни, он в следующей жизни обязательно придется с усложненным форматом решения этой задачи встретиться. Вот каждый раз это будет все, как бы, скажем так, сильнее и сильнее задача стоять. Это только ваша ответственность и ваш выбор, как вы хотите этот путь пройти. Легко, играючи и быстро или все-таки растянуть его на долгие-долгие годы и получать ресурсы, получать бонусы в этой жизни или не получить их и прожить жизнь без вот этого счастья, которое может проявляться просто на граневых проявлениях этой жизни. Поэтому, смотрите, есть два пути еще. Еще, кстати, есть вариант VIP-прохождения формата, но если вы хотите пройти с наставником VIP-формате, естественно, там уже люди такие опытные, суперопытные, то есть, которые будут непосредственно вас обучать, вы тоже можете написать службу поддержки «Хочу VIP» и вам расскажет про условия, условия как раз вот прохождения этого курса. Вот таким вот образом. Ну что, мы готовы отвечать на ваши вопросы и, собственно говоря, ждем их. кто-то понял препятствия движению сейчас, что говорит душа ресурсы для улучшения ситуации. Пришло понимание, почему так долго, почти месяц, ладу старт, продвинутого. Ага, в восемь 16 лет не самые сладкие в кавычках страхи блокировки. И тут дальше продлеваюсь и оставить благодарю вас. Светлана, здорово. Татьяна пишет, я чувствую себя нищей. Татьяна, а что будет дальше? Ведь ничего не изменится. Абсолютно ничего не изменится. Если не двигаться, если начинать. У нас учатся в основном пенсионеры. Честно скажу, пенсионеры, студенты, ну, зрелые люди, конечно, тоже много. Но вот пенсионеры почему приходят? Потому что они, наконец, они приходят из вебинара в вебинар, слушают точно так же, как вы реагирует в начале, понимают, что есть у них такие первостепенные, первостатейные потребности. И это понятно, да, выживательные моменты никто не отменял. Но начинают копить, начинают откладывать и потом проходят. И, наконец, вырываются из того вот беличьего круга, в котором они как бы кружились. А потому что другого варианта нет. А почему пенсионерам хорошо? Потому что есть очень серьезный багаж. Помните грабли, картинку с граблями? Вот у вас-то этих граблей в арсенале очень много. Естественно, осталось их собрать в свой рюкзак, проработать, понять, наверное, глубинную суть и, собственно говоря, двинуться в этом направлении. По поводу бедности и отсутствия финансов, вот то я скажу вам так, что в свое время, сейчас скажу, в 24 года, по-моему, в 23, в 20, нет, в 21 я тебя родила, как раз дочери был годик, значит, мне получается 22 года, 22 года, да, 22 года, я молодой специалист, тогда родина сказала, что молодых специалистов сельской местности ждут, и что готовы принять распростертыми объятиями, и дадут и деньги, и жилье, и все, кое-как выкарабкали коттедж, таунхаус, дощатый, с еще одной, значит, парой там молодой, вот, кое-как, последний, все, после нас уже перестали давать, вот, жили с мужем, а потом год полтора грянул дефолт, это 94-95 года, вы знаете это время, и в результате осталось без денег совершенно, то есть, слава богу, натуральное хозяйство, вот она корова, вот она, вот они кролики, если ты их разводишь, а их еще покупать, надо ведь, да, племенной, так сказать, материал, их надо разводить где-то, эти деньги, брать где-то, и вот, знаете, я год сидела, я пекла хлеб сама, научилась в печке, я таскала воду в гору сама, я не знаю, что такое памперсы, я растила девчонку сама, фактически, муж все время был на работе, все делала сама, я удивлялся, еще училась в институте, кстати, на красный диплом умудрилась закончить, как, не знаю, но вот тогда была потрясающая способность выживать, мне надо было, и вот тогда зарекла, что я никогда не останусь без денег, я никогда не буду, и тогда я, наступая себе на горло, начала продавать, продавать труды своего, труда, плоды вернее, результаты, а стыдно было, а растишь сама, начала обменивать, помню до сих пор, как вот был завод, фабрика, которая производила шубки, а у ребенка шубы не было, там холодно, зима, я обменяла ее на гуся, но еще с заплатой денег, а еще деньги есть, еще не купишь, вот такие вот вещи, ребята, и ищешь варианты, потому что никто с протянутой рукой не приходит и не говорит, на, Элечка, или там, кто Ольга, да, или еще кто-то, то есть, понимаете, никто не скажет, и потом я поняла, по своей карте, метафорической, что у меня задача совмещать финансовое, духовное, то есть балансировать на этом уровне, получилось, получилось, и пенсионерам многим получается, и когда мне пишут, допустим, вот отзыв был девушки, она осталась одна, с четырьмя детьми после развода, муж не помогал, бросил, у них было пособие, ну, я не помню, сейчас тысяч 15-16, что ли, что-то, не больше, и она нашла на еще более дорогие, стоящие курсы, начала с чего-то мелкого, и вот таким образом заработала на первый уровень, не работает кнопка, надо обновить, да, засказать, что значит занять свое место в роду, Ольга Жукова, смотрите, допустим, вот мы сейчас вас приглашаем стать, ну, допустим, коучем, для многих это какое-то заокеанское слово, хотя оно означает человек, который может вас провести с точки А в точку Б, коуч, да, вагон фактически, означает повозка, кучер, некоторых в английской трансляции, вот в русской трансляции такого нет, это не наставник, это не тренер, вот нет такого, человек, задающий вопросы, вот такая интерпретация слова коуч, у некоторых как бы такой страх, типа, от русского слова не нашли, ну, хорошо, человек, задающий вопросы, во-первых, надо знать, какие вопросы задавать, правильно, и вот всему этому вы обучаетесь в этом курсе, многие не знают, какие вопросы себе задать, в первую очередь, чтобы вылезти из этой ситуации, соответственно, другим задать, и вот смотрите, в роду, если у вас были, условно, все, ну, я не знаю, каменщики, мастеровые какие-то, ну, условно, таких учителей, а-ля коучей, вот, ты меня еще учить жизни, что ли, будешь, да я тебя знаю, как ты там под стол пешком ходил, знай свое место, сопля, и все, и куда сопля отправляется, утирать сопли, правильно, да, что вам уже там, я не знаю, 20, 30, 40, 50, 60 лет, а вы все еще тот, кого видели, как он ходил под стол, свое место в роду, свое, девушка замуж хочет, 3 года назад ваши курсы по сценам казались неподъемными, оказалось, что казалось, да, Екатерина, да, дело в том, что пока не начнете, оно и будет казаться, вот смотрите, сейчас есть возможность у кого-то взять и отвернуться, а у кого-то есть что, начать грести, начать искать, выяснять, спрашивают, не совсем понятно, как с помощью метафорических карт можно убрать раздражительность, и умладить отношения с нервными людьми, на самом деле все очень просто, во-первых, когда вы выходите взаимодействовать с другими людьми, они подсознательно считывают ваше состояние, и даже если они были гармоничны, спокойны, то, входя в ваше поле, они считывают ваше состояние, и начинают взаимодействовать с вами, исходя из вашего состояния, большинстве своем, поэтому они могут быть весьма нервными, а когда вы входите в практику с метафорическими картами, Вы находите истинную причину вашей раздражительности, вашего состояния неспокойства, негармоничности. Вы прорабатываете, убираете, вы становитесь спокойной, вы становитесь, скажем так, приятной другим людям. И они, находясь в вашем поле, тоже успокаиваются. И вот эта нервность у них тоже автоматически не включается, либо уходит. Значит, еще про Ольгу Жуку скажут, что значит занять свое место в роду. Вот смотрите, с родом вообще очень интересно, очень много. И вот не зря это на продвинутом модуле как бы изучают метафорические карты. Дело в том, что род очень интересная штука. Это источник энергии, это источник поддержки, это источник ресурсов колоссальных. И это источник, в общем-то, ситуации, которая способствует нашему росту. Мы бы сказали проблем, тем не менее это не так. И вот еще есть такая вещь, когда вот женщина, вот мне позвонила просто моя знакомая, я недавно про нее на вебинаре рассказывала. И я услышала продолжение истории, потому что я сказала, я не знаю, вышла замуж девушка или нет ее дочка. Так вот, смотрите, женщина поздно выходит замуж, у нее проблемы с детородной функцией остается, ну там, шанс родить ребенка фактически, ну может сказать, близится к нулю. И тем не менее она в возрасте рождает ребенка, и вот в 40 с чем-то лет остается одна, умирает муж. Девочке лет там 5-6 что ли, вот такой возраст дочки ее. В результате дочка в своем занимает место мужа. То есть для женщины, которая вот до 40 лет не могла найти, и вот она обрела свое семейное счастье, и потерять любимого мужчину, это очень большая трагедия. В результате девочка из любви к маме встает на роль мужа, начинает ее оберегать, защищать, интересоваться, когда она придет с работы, готовить ей кушать. То есть фактически выполняет вот функции второго партнера по семье. Очень рано начинает смотреть, где можно там зарабатывать, допустим, репетиторством. А девочка очень умная, хорошо учится, ответственно, растет, институт заканчивает. И, в общем, находит хорошую работу из маленького городка, переезжает в Москву. И сейчас продолжение истории. То есть замуж не вышла до сих пор. Вот, и фраза, звонит она мне, вот я хочу порадоваться. Моя доченька, значит, решила, что я не могу оставаться больше в этом городе. И она в 20-м таком-то году планирует меня перевезти из нашего города в Москву. Кто так поступает? Муж, понимаете, да? Если она муж, эта девочка, а ее мама жена фактически, да, вот на таких родовых местах они друг до друга находятся. Найдется ли быстро муж для этой девочки? Я очень сомневаюсь. Вот пока мама, самое интересное, что даже если мама, ну, как говорится, все мы смертны, когда-то уйдет и освободит вроде физически место, энергетически оно может быть закрыто мамой. И вот это вот, в общем-то, беда многих, что дети у нас очень часто стоят не на своих местах. И на метафорических картах это очень видно. Помните, царь горы, я вам говорила, такая методика, она прекрасно все ставит на свои места. И дети начинают слушаться, и меньше болеть начинают, и родители встают на место, и прекращают получать, а наоборот получать начинаешь любовь. А все потому, что вот очень многие вещи по роду запутаны. И вот таким вот образом метафорические карты помогают очень быстро решать такие вещи. Надеюсь, ответила, да, про род. Вот, а еще про абортированных детишек вы услышите, потому что абортированные дети это потеря энергии. И если до вас много было абортов, вы просто не получаете ту энергию, и у вас нет возможности реализовывать свое предназначение просто потому, что нет энергии. Вот как ставить их, этих абортированных детей, как завершить отношения правильно с людьми, которые там умерли или которые вас бросили. Как убрать энергетические хвосты, вот эти все. Это все решается на метафорических картах. В этой маме надо прорабатывать ситуацию дочкой мужем или дочкой, а не важно, кто начнет. Это может быть запросы дочки, это может быть запросы мамы. Но от мамы и дочки нет запросов, я просто со стороны наблюдаю, как развивается ситуация. Более того, если по ледище начнешь говорить, я скажу, что ты что влезла в нашу семью, да? То есть чем хороши карты? Они не причиняют добро. То есть интерпретацию делает сам человек. Вот насколько он готов продвинуться в ситуации, ты его не ломаешь. Ты действительно вступаешь в роли коуча. И это важно очень правильно делать. И вот обучение на картах у Константина направлено на это, на бережные отношения к душе другого человека. Ну и естественно к вашей душе. Вот, таким вот образом. Ольга, рада, что помогло, прочувствовали. Так, дальше, что еще? Наталья спрашивает, что мужа воспринимая как своего строгого папу, нужно проекцию с внутреннего мужчины снять. Обязательно, Наталья. Дело в том, что сколько браков разрушили эти проекции. Эти проекции вы будете изучать на метафорических картах на продвинутом модуле. Эти проекции, они разрушают брак. Почему? Потому что мы бессознательно опираемся всегда на образ мамы или папы. И при этом не важно. Вот, ну как бы, некоторые говорят, нет, мой муж совсем наоборот, он полная противоположность на его папе или моей маме, да, допустим. Говорит, полная противоположность. Так опять же, если папа был брюнет маленький, там, допустим, и толстенький, то муж какой? Обязательно высокий, блондин и там голубоглазый, допустим. Подтянутый. Стройный, да, допустим. Обязательно проекция папы. И вот от папы ты чего-то ждешь. В результате, когда эта проекция висит на супруге, ты обязательно ждешь либо хорошего, либо плохого. И сам не осознаешь этого. А муж ты не обязан, он не твой папа, не твоя мама. Мама тоже самое, мальчики, да, маму смотрят. И при этом, если даже мамы не было, допустим, или папы не было, да, воспитывался, то сборная картинка, микс солянка этого папы у человека все равно присутствует. И он опирается на этот образ. В результате, вот, собственно говоря, вот это, если папа бил, предавал, ну, был плохим с точки зрения мамы, она это вдалбливала в девочку, допустим, то девочка бессознательно всегда будет искать повод, чтобы увидеть в муже это и начать ему мстить. Если мама, вот, особенно мстила, да, то есть поэтому, вот, прорабатывайте. Спрашивают, может ли место партнера быть свободным, даже когда партнер есть физически? Может, но и одновременно это может быть считываться другими людьми, как не совсем свободное, потому что вы физически все равно с этим человеком, если особо... Именно потому что оно занято, ваш физический партнер не может встать на это место, понятно, да? Если оно энергетически свободно, там никого не присутствует, ваш партнер должен встать туда. Но он может опять встать только в том случае, если у него тоже свободно какое? Его место, допустим, жены. Вы представляете, вы, ну, так получилось, что поженились там, вы, допустим, мама своей маме, тогда место партнера свободно, а он, допустим, муж своей маме. Такое бывает на энергии. И вот когда сталкиваетесь, вы вроде как и вместе, а вроде как и порзень. И он маму больше любит, и маму слушает, и вы вроде замечательные, хорошие, трижды в рукодельнице, там, я не знаю, повар, и супер, и все, и красавица, и там, я не знаю, и в постели, все у вас замечательно, а до конца не получается почему-то, все не то. И вот это вот накапливает мое раздражение элементарно убирается на метафорических картах. Спрашивает Виктор, как пробить финансовый потолок? Все очень просто, идете на курс метафорических карт, там рассказывают все причины, все заряды, все травмы, которые препятствуют вам подняться выше в финансовых доходах и прорабатывать эти заряды. И тогда у вас потихоньку, вы нарабатываете еще опыт определенный, и тогда у вас финансовый потолок начинает расти. Вот, дальше еще какие-то вопросы, если есть, еще ответим. После развода фамилию мужа оставлять, и лучше вернуть свою папину, родного биологического папы. Выполнять свою роль, быть дочерью, своим родителем, женой. А, ну да, это ратификация, да, молодец, Екатерина сразу ратификацию записала. Ну что, друзья, если у вас, в общем-то, больше вопросов нет, наверное, мы будем закругляться, завершать нашу встречу. Надеюсь, что мы очень много полезного вам рассказали. Вот, вы будете выполнять эти рекомендации, соответственно, впереди у нас мастер-класс. Нажимайте на кнопочку под видео. Спасибо вам всем за участие в сегодняшнем вебинаре. С вами, как всегда, было тепло и интересно. Удачи вам, познания себя, своего предназначения. Увидимся на мастер-классе. Спасибо.